Добрый вечер! Учитывая, что пробки и немножко люди задерживаются, звонят, попросили подождать хоть минут 10-15, поэтому мы можем побеседовать пока без съемки, так на вольные темы. Это о жизни, разговор о жизни пойдет. Я представлюсь, моя фамилия Луценко Юрий Николаевич, когда-то я жил в Ташкенте в свое время, потом, поскольку я по образованию первой авиационной, потом гидростроитель, приходилось и в Туркмении работать в советское время лет 5-6, потом в Сирии столько же лет 5. И в конечном итоге, 46 лет мне тогда было, это 1994 год начала, я вернулся из Сирии, страну не узнал, все совершенно другое, и надо было перестраиваться. А здоровья у меня уже было никуда. То есть, многие болезни, очень часто и бронхит, то есть иммунитета нет, бронхиты, ангины, суставы, сердце уже тоже такое нехорошее, головные боли, много чего по мелочи. И вот такое было ощущение, что душа взвыла. Да что же это такое? Честно работаешь. Я хороший профессионал, как инженер. Вроде вот удавалось держаться на плаву в советское время, а тут совершенно иная формация. Тут и бандиты тебе предлагают, давай вместе грабить население. Не вульгарно буквально, но вот мошеннические схемы, там товар откуда-то привозишь, там обман. Говорят, а сейчас по-другому жить невозможно, иначе будешь нищим. И вот у своей совести спросил, я на это не могу. Я тогда опять куда-нибудь завербуюсь, в тайгу или в Антарктиду, но я должен как-то жить без этого. И в то же время есть семья, которая далеко не всегда согласна со мной куда-то ехать. Значит, какой-то иной вариант. И вот, видимо, такой вопль души у меня был, когда возник диалог вдруг неожиданно. Я считал, что это сам с собой беседую. Когда напряжение души очень сильное, у нас иногда это бывает. Я говорю, ну что, неужели нельзя честно жить и более-менее достойной жить? Я не говорю о каком-то богатстве, но что бы хватало на текущую жизнь? Вот и вдруг услышал ответ. А ты что хочешь? Я говорю, хочу быть счастливым, здоровым человеком, кто же не хочет? Мне говорят, ты этого не заслуживаешь. Я говорю, почему? Вот тут я немножко напрягся, потому что критики как-то мы не очень любим. И ты должен исправить себя. Я говорю, в чем же я виноват? Я всегда работаю честно, я помогаю людям, я не жадный. У меня всегда дом открыт, приходят друзья. Я не завистлив, у меня зависти нет. Я всегда как обезьянка смотрю, думаю, вот он хорошо живет. Почему живет? Потому что он профессионал. Это твор. Это я не хочу, а вот не могу этому научиться, но могу чему-то другому научиться. В принципе, занять какую-то жизненную нишу, жить нормально. Ну, такой диалог состоялся, я, собственно, не об этом. То, что у меня тогда отказ был, немножко от материализма. То есть мы все живем как-то, в какой-то степени уважаем понятие Бог или церковь. И я так же жил, и бабушка у меня, помню, ходила в церковь, иногда меня брала маленького. Мама у меня научный деятель, которая тоже говорит, знаешь, сынок, Бог, наверное, все-таки есть. Но как-то, вот я как кандидат наук, потом она там докторскую пыталась защитить, у нее совсем другая эстезия. Тем не менее, это порядочный человек, волевой, трудолюбивый, у нее много что получалось. И я вот смотрел на эту жизнь и сравниваясь со своей, понимал, что вот и я примерно иду к старости, начинаются уже более серьезные варианты болезни, фаза другая. Пока мы там 25-30-40, еще как-то мы ничего, а потом уже все хуже, хуже, то одно прицепится, то другое. И вот этот задал вопрос, а можно ли вообще исправить ситуацию? И вот этот диалог мне как раз, собственно, начал отвечать. Что у меня плохого? Я уже говорю, что у меня вот таких качеств нет. А мне говорят, ты внешне нормальный, потому что работа за границей особенно, меня вышколило лицо выражения дипломата. На любые ситуации я реагирую спокойно. А внутри-то клубится. Где-то раздражение сильнейшее бывает, где-то обиды, где-то там еще какие-то эмоции цепляет. Бывает и уныние, когда сядешь, смотришь на арабский мир и думаешь, как мне хочется домой под березки, а нельзя. Как хочется к ребенку, которого уже не видел год. Вот это тоска. Вы меня понимаете, да? И думаешь, и тоже нельзя, потому что надо зарабатывать валюту, чтобы какое-то время хоть немножко нормально пожить. Может машину купить, как мы всегда это в советское время. Потом, говорю, рухнул, когда Советский Союз, и вот началось немножко другое. И вот мне было сказано, что ты считаешь свои внешние формы поведения нормальные, а внутренние, а мысли, а чувства. Я говорю, ну так я же ничего не сделал. Я говорю, мало ли что я думаю, это мой проектный институт, который еще не реализован. Мне говорят, это тебе так кажется. А вот есть некий контролер, который контролирует и эти миры. То есть твое мышление, твое рассудок и твое поле эмоций, то есть то, что называется чувства. Я на вид в камеру влазю? Все, можете снимать. И вот в тот момент, когда этот диалог произошел, мне было указано, что я должен был прав во всех отношениях, как видимый, так и невидимый спектр отношений с обществом, с миром. Для меня, конечно, для материалиста это было неожиданно, и я не сразу это принял. Мозги-то у нас сильные, а мозги, они рациональны. Для них нужно все, что пощупать, потрогать, увидеть, тогда можно что-то слепить. А если этого нет, то зачем? Ну, пришлось ломать, потому что я решил проверить. Думаю, а давай попробую. У меня сейчас после Сирии немножко деньги есть, на 2-3 месяца хватит. А потом видно будет. Если я почувствую, что тут ложь какая-то, этот ложный призыв, я посмеюсь над собой и пойду дальше жить, как обычно. Вот, ну, очень хотелось избавиться от болезни, от неприятностей, потому что кроме болезней, еще будет сплошная волна. Куда не пойдешь, везде вот чиновники, это кошмар. Кругом давай деньги, то есть требуется взятка. Я ей тоже не привык давать. В медицину идешь, тебе такие бешеные суммы называют. Я говорю, да у меня таких нет, 5 тысяч долларов, 15 тысяч долларов. Я говорю, ну, вот тебе там голова, говоришь, у тебя там что-то кружится. Мы тебе трепанацию черепа, вот столько это будет стоить. Нету денег. Вот как бы ты остаешься совершенно неприкрытым от этих проблем. Вот, и я решил попробовать. С чего началось? Попытка думать о моих взаимоотношениях с Богом. То есть я думаю, ну, если этот луч, то это ведьма от Бога. Поверить в это. Ну, как я могу верить, навязывать себе веру? Это не вера. Вера где-то здесь. Это все рассудочные эти опусы. Вот я достаточно строго относился, что у меня анализатор хороший мозг был. Все-таки я на руководящей работе был, как главный инженер по строительству. Коля, ты попал в кадр. Увековечил себя. Верхушку головы, по крайней мере. Вот сбился. Ладно. Я пытался, значит, разобраться в логике, потому что инструмент логики, наш мозг-рассудок, он требует этого. Связать все звенья и объяснить самому себе, в чем дело. И пытаюсь, а у меня в голове начинается такая свистопляска. Ничего невозможно, потому что по горизонтали, когда я бытовые вопросы решаю, инженерные, пожалуйста, никто не мешает. Как только я и Бог, вот эта тема, вот так все пошло. Я человек настойчивый. Много чего добивался из-за того, что есть воля, есть терпение, есть настойчивость. И в конце концов я применил одну тактику, которую я вычитал в фантастике. Читал один роман, как экстрасенсы между собой борются. Фантастика. Значит, один экстрасенс убил человека. И он понял, что те, кто сильнее его экстрасенсы, его могут прощелкать. И, значит, он попадет за решетку. Каким образом от этого защититься? Он зашел в какую-то лавку музыкальную, какой-то шлягер попросил поставить модный. И записал его у себя. Послушал, послушал. И как только чувствует, его начинает тот сканировать. Он включал вот это про себя. И вы не могли влезть в него. Я говорю, о, неплохо читать иногда фантастику. Попробую. Стал вот это вот делать. Стало получаться. Дальше я изобрел кое-какие вещи. Это, кажется, сегодняшние рамки. Они небольшие, беседы наши. Поэтому есть разные методики, которые, собственно, могут поставить рассудок под контроль собственного «я». А не то, что нам в рассудок сует кто-то. Вы, наверное, многие сталкивались, что вы не хотите так думать, а это лезет. Вы хотите спать, а вам такие навязчивые какие-то и лезут, то музыка какая-то и что. То есть фактически через месяц я понял, что я не хозяин своего мозга. Четко регистрирую. Что делать? Я применил эти фантастику, потом технологические моменты, как бы история создания карандаша в образах. Можно какое-то блюдо сготовить в образах про себя. Я понял, что они не могут в меня влезть. Я так удивился. Я думаю, до 46 лет дожил и не понимал, что, оказывается, жизнь не такая простая. Вот, оказывается, что происходит. Рядом со мной существует какая-то сила, которая пытается навязывать тебе мысли от моего же имени, что якобы я это думаю. А на самом деле, это не я думаю. Вы помните изречение одного нашего политического деятеля Виктора Черномыдина, который сказал, хотели как лучше, а получили как всегда. Потому что мозг почему-то куда-то ведет, и все получается не так, как хочется. Что же дальше произошло? Как только мне удалось навести порядок в голове, настолько быстро стала складываться логика. И это уже было, наверное, месяца два-три моего опыта. Появился такой диалог, правда, робкий. И, во-вторых, я стал понимать, в чем мои проблемы и каким образом они решаются. Если вот на доске изобразить, потому что визуально это закрепляется лучше и понимается легче. Скажем, я нарисовал свою судьбу. Это моя из прошлого в будущего. Вот сегодняшний день. В прошлом я уже понял, что попытка есть исправить характер. Это что-то связано чуть ли не с заповедями. Это, конечно, очень далекий вариант. Но я начинаю исправлять свою натуру. Почему, скажем, обида с точки зрения религии настоящей есть грех? То есть есть преступление перед Творцом, перед миром. Почему страх есть грех? Для меня это было непонятно. Ну, ладно там зависть, ладно жадность, ладно там вещи неприятные, хамство, грубость. А это-то почему? И вот размышляя, после того, как рассудок все-таки у меня, мне стал служить только мне, я спросил себе, я святой? Нет. Потому что вот мое прошлое, если я сегодня себя рассматриваю, испещрено каждый день какими-то ошибками. Я, допустим, внешне, может, уже нормальный, но мои мысли и чувства далеки от совершенства. И когда сегодня, я помню, когда рассматривал, у меня произошло событие очень неприятное. Вот не есть ли это следствие какой-то причины. Помните, закон причины следствия. Пошел полуголый погулять, промочил ноги, простыл, заболел. Причина – неосторожность получить свою. Сунулся куда-то, обжегся об горячий утюг. Влез, ободрался об колючку. То есть есть причина и следствие, причина и следствие. В науке это так называется. А в Библии она немножко по-другому. Что посеешь, что и пожнешь в Торице. Разница только в терминологии. И вот, пожалуйста, проверка пошла личной судьбой, что же происходит. И я тогда и сказал. Допустим, существует Господь Бог. Я его так изображаю, как бесконечность. Для меня совершенно непонятная. Если я сегодня обижен кем-то, то не если это следствие какой-то ошибки моей. Пусть это грех называется. Еще Платон когда-то говорил, что рассматривать справедливость в контексте одного дня нельзя. Потому что замкнуто на прошлое и прочее. Он тоже размышлял на этой теме. И вот тогда я сказал. И если есть Господь, и есть человек, в данном случае я, который совершал грехи, и по закону я должен получить обратное, что посею, то и пожнешь. Вот посев, вот сжат вам. А каким образом искупается? Я Библию тогда не читал. Потому что для меня это... Так пытался, думаю, да я не понимаю толком ничего. Вроде вот неплохо, вроде даже душе приятно, а непонятно. Вот и получается, что если я верю в Бога, это предположение. Вера же это как бы я предполагаю. А убежденность это уже другая фаза. На том, чтобы приобрести убежденность, нужно войти в опыт. И только опыт упрямая вещь, которая может сказать, да или нет. Потому что мы, к сожалению, часто читаем каких-то даже великих людей или не очень великих мнения. Это чужое мнение, это не ваше мнение. Вы жили так? Нет. А почему иногда люди утверждают, да это так? Возникает понятие фанатизм. То есть я верю, вот слепо верю во что-то, чего я даже и, в общем-то, не касался. Вот, поэтому вера – это предположение. Или в латыни называется априори. Опыта нет. Пастериори – это уже после опыта. Мнение еще надо и проверить, говорю, личным опытом. И только когда оно проверено личным опытом, и у тебя получается так, как обещал автор, тогда я могу сказать, мое мнение истинное. Я его проверил. Я лично сам в этом убедился. Многократно. Но это еще не знание. Знанием это становится тогда, этот продукт, когда ты сможешь это передать другим людям в простой, понятной, ясной форме. И тебя поймут. Не только какие-то маститые академики, но любой человек – студент, домохозяйка, экономист, физик, русский, швед, кто угодно. Разные категории людей тебя поймут. Тогда это знание, ты этот продукт передал, и тебя поняли. То есть это довольно строгие понятия. Вернемся сюда. У меня возникла, так называю, вера. Думаю, если я верил в Бога, что для меня Бог? Бог есть законы какие-то, которые я должен исполнять. И получается, что я обиделся, скажем, на человека, который мне сделал пакость. Вот. Ну, не очень сильно, но все-таки серьезно меня обидел. Я думаю, ну вот надо на себе проверять. Если я обиделся на следствие своего же преступления, получается, что я не собираюсь отвечать по счетам. Я сделал кому-то плохо когда-то, а теперь, когда мне сделали плохо, я начинаю злиться, обижаться. Следовательно, если я в Бога не верю, ну и что? Я буду продолжать злопыхать. А если я верю в Бога, который говорит, дорогой мой, а в моем мире все замкнуто на ответственность. И если ты что-то делаешь, будь добр, собирай обратно камни. Была пора разбрасывать, а теперь пришла пора собирать камни. Это все библейские выражения. Это позже я читать стал. И вот мне удалось первый раз тогда простить. Но я сказал, так это же на всю оставшуюся жизнь. Что толку, если раз-два простишь? И мне с трудом, со скрипом вот эти попытки начались. Далеко не всегда это получалось, потому что у нас инерция колоссальная в эту сторону. Я, говорю, бывший материалист, инженер, в руководящем звене работал, в техническом и прочее. И для меня было очень трудно свернуть рассудок на путь веры настоящий. Но тем не менее прошли несколько месяцев, и мне кое-что удалось сделать. Вот так постепенно стала угасать обида, сходить на нет. Потому что я понял, что я не на человека обижаюсь, или раздражаюсь, или там унываю по поводу этих событий. Ну, плохо мне живется. А кто строил судьбу, я себе задавал? Я. Что сею, то и пожинаю. И получается, если я верю в Бога, тогда я должен принять эту концепцию и сказать, что я не имею права на эти эмоции, ни на обиду, ни на раздражение, ни на уныние, ни на претензии какие-то. И потом эти фразы мне высветил Иисус. Вытащить свое бревно из глаза, прежде чем искать сучок в глазу ближнего. Научись этому. И вот я начал этот призыв слушать тогда, думаю, так оказывается, это было уже? Это нам давно предлагали? И вот, что произошло потом? Это группа эмоций, обида, раздражение, уныние. А дальше что? Ну, раздражение и гнев – это высшая форма раздражения. Я уже не говорю, что… Это группа эмоций одна. И закон вот этот, если признаешь, закон компенсации или воздаяния, тогда да, но это возникает только если ты веришь. Тогда это все получается. Если не веришь, все как карточный домик сыплется, потому что ты не признаешь закон, раз ты не веришь в Бог. Мы так устроены. Далее ревность. У меня не было сильной ревности, но иногда бывали вспышки. И вот тоже есть другой закон. Закон свободы выбора. Свободная воля у нас. Вы скажите сами. Каждый из вас хочет жить так, как он хочет. Правильно? И в нас это заложено. Мы же рождены светом. И свет наделил нас приданным. Мы способны и хотим быть свободны. Потому что если мне не нравится жить с человеком, или выбирать кого-то, он мне не нравится, а почему я должен выбирать? Если мне навязывают, как раньше, помните, во времена домостроя, когда папа говорил, а ты, дочь моя, выйдешь замуж за это? Он говорит, я люблю того. Этот человек мне очень нужен, как компаньон, и многие что другое. Всевозможные варианты были. Мы классику неплохо знаем, нашу русскую и так далее. Все это было. Поэтому выбор за нами. И вот то, что человеку мешает совершить выбор, есть все на все наши прошлые ошибки. Индусы называют это кармой. Это последствия нашего поведения. Потому что человек, сотворенный Богом, имеет право на свободу выбора. Это вот человек, человеческий дух, он имеет право на минус и на плюс. Бог нам доверил. Мы такие существа. Но законы этого мира говорят, если ты будешь делать плохо, неправильно, ты будешь получать большой минус в судьбе. И наоборот, будешь творить добро, будешь получать это. И здесь, естественно, надо разобраться, что есть добро. Там тоже есть свои моменты, которые я тоже набил шишки, думая, что это добро. И получается, что логика буквально до четвертого класса. Не хочешь получать вот это, не делай вот это. Понятно. А почему люди так живут? А потому что настоящей-то веры нет. Это большая редкость оказывается. Это позже, когда я уже вошел в тему глубоко и стал беседовать с разными категориями людей, в том числе и с верующими. Я говорю, почему же вы клянете судьбу и так далее, если вы ее строили? С чего это взяли? Это вот они такие-сякие. Это все чиновники. Это все там полиция. Это все они взяточники. Вы знаете, вот я своей судьбой разобрался и в течение нескольких лет понял, что виноваты ни полиция, ни чиновники, ни власть, ни даже, может быть, конфессии разнообразные, которые не совсем туда нас ведут. Потому что если бы ввели бы, мы давно это поняли бы, правду. Потому что виноват персонально каждый отдельный человек, то есть каждый из нас. Мы лепим свою персональную судьбу. А потом это определяется как корпоративная судьба или судьба народа. Потому что сумма личностей, которые живут неправильно. Назовите мне народ, где хотя бы сотня святых есть. Ведь нету такого народа на земле. И давно уже. Если в створ религии войти, я думаю, захотите вы это знать, мы можем туда погрузиться. Но я немножко хочу ближе к телу. Вот это уже такие специфические вопросы. Тем не менее, все равно какие-то аспекты надо будет выложить. Вот ревность – это свобода выбора. Тоже от Бога дана. И получается, что состоит ревность из двух частей. Это страдание. Потому что человеку больно, когда его покидает человек, который ему нравится и любит. И второе – это претензии, зло, обида, гнев. Вот то, что иногда испытываем при расставании. Мы умеем встречаться, мы умеем лепить что-то, но расставаться никак не можем. Потому что тот, кто остыл и уходит, второй его понять не может. За что? И вот можно сказать, любовь, которая дана нам от Господа, исчезает. Почему? Потому что у одного человека больше вот этого, чем у другого. Если они какое-то время были рядом, один, допустим, пытается стать лучше, даже без всякой религии. Человек понимает, что культура внутренняя говорит о том, что если ты живешь с женой или с мужем, и хочешь, чтобы у тебя дети следовали за тобой, уважаясь своего близкого и не твори дома этого зла, хотя бы, чтобы у тебя дети твои этому не учились. И если что-то в тебе накипело, лучше пойди куда-то, поиграй там в теннис, поплавай в бассейне, уйди просто из дома, не мешай. А те, кто понимает серьезность, у них другая мотивация. Как я сказал, я не с человеком борюсь, мне не нравится закон Божий, то есть я противостою Господу. А для меня этого мотива было тогда достаточно. Я не хочу. Если я пошел исследовать отношения свои с Богом, так, в первую очередь, перестань с ним враждовать. Логика очень простая. И возвращаясь к ревности, что же тогда? Страдание – это не грешная, не греховная часть ревности. А вот это греховная. Почему? Опять же, против свободы выбора это тоже от Господа дано. И закон воздаяния, и закон свободы. Все от Бога дано. И вот несколько законов основополагающих, когда я в них разобрался и понял, думаю, я, кажется, все время жил противозаконно. И до 46 лет так и не мог понять, почему моя судьба постепенно-постепенно уходит вниз. То есть мне становится хуже. Здоровье теряю. Становится очень сложно добывать деньги и прочее, прочее. Вот. Разобрался и с этим. И вот это я имел. А вот от этого удалось отказаться. И тоже потихонечку, месяц за месяц, год за годом. Это не так просто все умирает. Мы не можем сразу, мгновенно стать идеальным. Доказали. Это такие личности, как Саровский, Родонежский и многие другие, которые чего-то добились в этой сфере. Они уходили от людей. А почему? Я понял, когда я стал уходить от этих грехов, появилась высочайшая чувствительность к грехам других людей. Я стал очень чувствительным к эмоциям. Это все равно, что как-то с себя кожу сняли. И мне так стало трудно. И пошел текст. Твоя защита – это твоя чистота. Чем чище ты станешь, тем меньше тебя будут доставать. Я не совсем тогда понял этого совета. Но потом понял, что мы похожи на крепость, вот как наше биополе. Если я внутри нахожусь, если у меня нет ни ревности, ни страха, ни зависти, ни того, ни тщеславия, ни того, ни того, ни того. То, что называется бесами, у нас это называется современная эмоция. Раньше наши предки называли без страха, без ревности, без гнева. То есть всего лишь на вся терминология. Сейчас наука, к счастью, уже пришла к тому, что называет она это по-другому, правда. Это сгустки энергии. Они ведут себя разумно. Называют это почему-то солитоны. Ну пусть так называется. И они могут прицепиться к человеку. Это исследование уже есть. Так же, как исследование волн, которые быстрее скорости света. Примерно около 40 лет эти знания есть. Они были очень долго засекречены. Мне удалось походить на встречи с нашими ведущими физиками, на семинары, на лекции. Торсионная физика, так называемая. Это физика, которая на два порядка выше знает волн, чем скорость света. Это в область наших эмоций. Почему это было засекречено? Потому что, овладев этими знаниями, допустим, в рекламе можно подавать ложь. И не только 25-й кадр, как вы знаете, формирует в человеке. Потому что человек его не видит, но он в него входит. Так же, как и вот это. Это посерьезнее, чем 25-й кадр. Если 25-й кадр работает по мозгу, а вот этот момент работает по чувствам. И более глубоко закладывает. И корчевать потом это уже очень сложно. Эти технологии на выборах применяются и так далее. Так вот, если, допустим, в идеале у человека этого нет, этих ошибок, свет его накрывает, отче наш, и не дает тебе в обиду. То почему? Есть такой закон еще, закон подобия. Это третий закон. Во мне подобного нет. Я не притягиваю. И они не могут войти ко мне. Свет становится в тебе сильнее, чем тьма. Чем сумма этих бесов, которые мы за всю историю человечества натворили. И сразу могу сказать, что такие ученые, как Майкл Крымо, есть еще группа, которые доказали, что человек живет многие миллионы лет в теле, причем в разумном. Есть книга его, «Запрещенная археология», где он говорит, 2,5 миллиарда лет назад такой слой в Африке, в глубокой шахте, нашли остатки техногенной цивилизации. Шарики с насечкой металлические, явно технического происхождения. И многое, что другое находит. И 20 миллиардов лет назад были такие вещи. И даже миллиарды лет назад. То есть это все было очень давно. Цивилизации были, погибали, опять были, опять погибали. Но это, говорю, отдельный вопрос. Я для чего это говорю? Что к человеку давно уже ходят пророки. Говорят, перестаньте это делать. И последний был Иисус Христос, который сказал, «Если вы не справитесь, над вами будет суд. Я от вас ухожу, и миру более не явлюсь». Обратите внимание, я только прямую речь Христа выбираю. Я доверяю только прямой речи Христа, потому что я нашел разночтение с апостолами и с его толкователями. Там очень серьезные расхождения. Отсюда и говорю, если говорить о религии, она буквально в трех-четырех фразах. Если о христианстве. Когда у Иисуса Христа спросили, какова твоя наивысшая заповедь? Возлюби Бога твоего всем сердцем, разумением и душою твоей. А разумение полюбить Бога не может, пока ему не объяснишь, почему. Рассудок – инструмент логики. Давай логику. Я эту логику собирал годами, как пазлы. И думаю, вот, оказывается, почему. И вот получается так, что закон подобия говорит, стань чистым, и тебя не трогать будут беды этого мира. И этот процесс не быстрый и зависит от набора воли, терпения, веры, постановка цели духовной. И если цель твоя духовная выше, чем твои земные связи, то есть земные цели, значит, ты победишь. Все эти фразы Христом отмечены. Вера, он говорил Петру, который говорит, ты Иисус Христос, сын Бога живого. Воистину сын Симонин, его кифы еще звали Петра, но это камень по-еврейски, а Петр по-латыни. Латыни. Вот, и он говорил, воистину, Симонин, ты услышал не плоти кровь, тебе это сказали, а Отец Сущий на небесах. То есть он предавал веру, вере колоссальной, это, говорит, ключ от небес тебе. Почему-то из этого заключили, что Петр, он его ключ от небес, да не у Петра. Вера дает ключ любой конфессии, любому человеку, даже вне конфессии, если он понял, что от него хочет Бог. Потому что конфессий никаких не было во время прихода Христа. И все получалось очень неплохо. По подобию, вы знаете, мы и в этом мире живем. Алкоголик тянется к алкоголику, наркоман к наркоману, интеллигент, интересный человек, к интересному человеку есть с чем поделиться. Всегда приятно. И отдать приятно, и взять приятно, что-то умное, хорошее, полезное. Вот это и есть закон подобия. И он действует всегда. И этот закон, и этот свободы, и закон справедливости. Мы считаем, что все несправедливо, что зло на нас наступает. Это взгляд материалиста. А кто серьезно разобрался в религию, говорит, в этом мире абсолютно совершенном, потому что его создавал совершенный Бог, нет несправедливости. За исключением той, которую берут на себя приходящие сверху пророки, в том числе и Сын Божий, которых убивать совершенно незаслуженно. Почему? Потому что Иисус Христос ушел на землю, зная, что шанс, что его убьют, очень высок. В этом его героизм сказал, но все равно. Он пришел, отставил истину, дал людям эти знания, как поступать так, чтобы выйти вот из этого ступора, выйти из болота, куда мы погружались. Сколько не приходило пророков. Их гнали, и убивали, потому что жрецы своего времени и того народа брали это в свои руки, калечили, потому что это проходимцы и лентяи всегда были. В какой-то степени начало было хорошие священники, это была выборная должность, а потом постепенно, когда эта должность остановилась денежной, это стали платить. Почему? Потому что, когда к человеку день и ночь идут за советом, он говорит, а когда же мне работать в поле или на ферме? Это как бы освобожденный человек. Как только стало, постепенно, постепенно проходимцы стали захватывать, потому что хлебное место, работать не надо. И так стали формироваться вот эти вот группы, которые потом и назвали себя священниками. Я уж не буду рассказывать, как это рукоположением делать и так далее, и так далее тоже. Время, видимо, не хватит. Главное вот разобраться с нами. Вот эти три закона, есть еще там закон движения тоже можно, потому что пока человек ленится, у него ничего толком не будет получаться. Это четвертый закон, который как бы необходим. Закон движения. Я это на примере самолета расскажу, потому что я имею авиационное образование. Каким образом происходит взлет самолета, который значительно тяжелее воздуха? Двигатель, тяга двигателя, это вектор, направленный вперед, то есть его сила потащила. А что противодействует самолету? Это вес, это вектор, направленный вниз, и это лобовое сопротивление. За счет одной только тяги вот этой силы, разгон, там, допустим, у тяжелого лайнера, это примерно 220 километров, в час он разгоняется, при этом давление в крыло, вот оно, крыло, угол атаки, когда воздух, давление воздуха, а здесь, по законам физики, возникает разреженность, и вот перепад давления создает подъемную силу, вектор, направленный вверх. Как видите, тяга нашей души в сторону света решает все. У человека есть понятие такое желание, желание – это векторность, я хочу туда. И вот книга такая есть, интересная, вот она, «В свете истины». Мое личное мнение, что это Евангелие, которое обещал Иисус, придет к еще одной Евангелии, будет дано вам. Я в этой книге подчеркну очень много полезного для себя и не изобретая велосипедом. Тут много что есть того, что я бы добывал много лет. Вот. И он говорит как раз, что ваше желание есть, как в радиоприемнике ручка настройки, переменный конденсатор. Вы его поворачиваете, поймали такую радиостанцию или такое пожелание. Вот у вас желание, это и есть настройка. Что хотите, то и получите. Это как раз связано со свободой выбора. Если вы тянетесь к свету, к добру, к чистоте, значит, вы связываетесь с верхними этими лучами. И постепенно связь эта крепнет. Чего и добивались наши вот эти святые или полусвятые. Я не могу их определить, насколько они там были, выше или ниже. Вот. Если вы прикованы цепями к имуществу, для вас главное машины, квартиры, ваши земные все отношения, связи, карьеры и так далее, тогда вы теряете вот это. Это не значит, что вы не имеете права и не должны этого делать. Мы должны жить достойно. Это нормально. Человек – такое существо. Но при этом контрольный пакет акций 51% должен быть в небе. Ох, можно так выразиться. Главное – это там, каким образом Иисус это отметил. Где богатство ваше, шатце, там и сердце ваше. Если ваше сердце здесь, вы можете бубнить целый день, что я люблю Бога, плакать у икон, целовать батюшке ручки. Но если вы душой все-таки здесь, вас важнее вот это не получится. Я на себе тоже проверил, меня так судьба прокатала, что я вроде верю, я делаю, я стараюсь, у меня получается что-то, а жизнь не налаживается. Я понял, какого-то элемента не хватает. Еще меня ограбили, я думаю, вот как бы за что? Я остался без денег фактически на улице жить, в гостинице, которая меня выгонит. Что делать? Я так подумал, ну, какие-то, видимо, долги списал из прошлого, раз такое происходит. Это и есть христианское смирение. Я не обозлился, я не искал виноватых, в том числе и Бога не обвинил. Господи, я в тебя верю, что же ты делаешь-то? Я говорю, нет, положено, значит, страдай. И вот, когда принимает страдания человека, понимая, что мои беды, есть последствия моих каких-то прошлых ошибок, то есть, я обвиняю только себя. И тогда наступает истинный момент смирения. И только в таком случае с тебя списывается грех. И кто это сказал? Я? Нет. Иисус сказал, в Библии это прямая речь. Кого вы будете прощать, того и Отец Небесный простит. А если вы не будете прощать близких, того и Отец Небесный не простит. Вот оно, прощение грехов. Ведь очень многие люди ходят в храмы, от имени Господа Бога им отпускаются грехи. Это плацебо. У кого жизнь улучшилась после этого? Потому что сами священники говорят, вы страдаете за грехи ваши. Они правы? Я согласен, да. Приходите к нам, мы отпустим. А как же закон Божий, что посеял, ты и пожнешь? Получается, можно отменить всю жертву? Хорошо. Я всегда говорю, допускай, что вы правы. Тогда почему мы продолжаем страдать? Болеть и терять, как говорится, права на нормальную жизнь? Почему? Почему проходимцы живут хорошо? Тоже не сразу на этот вопрос ответил. Чуть позже. Потому что я запрашиваю, а мне говорят, ты готова, ничего не получишь. Иначе, как было, я тебя им только останешься. Каждый элемент и знаний ты будешь добывать как шахтер через напряжение. Потому что вы на землю, говорят, пришли, для того, чтобы избавиться от лени. А вы в нее все больше и больше погружаетесь. Имеется духовная ипостасть лени. Неинтересная, неинтеллектуальная. С этим у нас относительно ничего. Так вот, еще раз вернемся сюда, что воля человека, этот двигатель, у кого она есть сильная, у того что-то начнет получаться. Поэтому вот лекция была как бы заказана, как я говорил, что можно написать шесть пунктов до небес. Вот первый пункт это вера. Это ключ от небес. Номер один. Важнейший элемент. Что я говорю, ребята, если у вас нет веры, а вера связывает человеком с небом, крестная сила через крещение вам помогает. Это после веры еще крещение нужно. Ну, хотя бы вот вера. Она постепенно через опыт переходит в убежденность, потому что прошел там год-два, и я смотрю, как у меня круто меняется жизнь, у меня исчезают болезни, сами по себе. С 1 апреля 1994 года, это уже 25 лет ровно, я ни одной таблетки не выпил, и ни к какому врачу не хожу. Ни разу. Хотя мне близкие говорили, ты умрешь, у меня были болезни, особенно первые годы. Я говорю, я не собираюсь защищаться от справедливости Божьей ни таблетками, ни врачами. Умру, значит умру. Я поставил как бы как ва-банк пошел. Как исследователи я должен был проверить, от чего я выздоравливаю. Если бы я пил таблетки, неизвестно, тогда от чего я выздоравливаю. А тут я четко понял, от чего. Второй элемент, я уже об этом говорил, контроль за рассудком. Я его там, вы знаете, немножко по-другому. Контроль за рассудком. Я называю это концентрация, потому что уходишь в образы, и образами начинаешь что, защищаться от на текание вот этих непонятных сил. Третье, тоже важный элемент, цель. Мы только что о ней говорили. Цель должна быть духовно, превалировать, потому что человек существо духовное. Мы имеем тело, а у нас есть поле мышления, поле чувств, есть эфирное, сущностное и духовное составляющее. И мы, вот кто, дух, который сотворен, отче наш, почему мы говорим? Потому что духовный отец, Бог, а все остальное это приданное для путешествия по этому миру через нижнюю мертвую точку материю. Если мы здесь раскаляемся и избавляемся от лени, мы выходим в верхний слой и далее, и далее, и далее, постепенно, постепенно возвращаемся сюда, потому что мы пришли из бессознательного слоя духовного, а хотим подняться в сознание. Солдат может стать генералом только в одном случае. Если он пройдет, все, и огонь, не ввода, как говорится, и не совершит преступления против совести, станет сильным, знающим человеком. У нас примерно то же самое. Грубое, конечно, сравнение, потому что здесь немножко другие элементы, которые складывают этот путь. Цель, вот то, что где богатство ваше, там и сердце ваше. Дальше, четвертое, воля. Воля, это как раз вот он, двигатель. Без воли куда же ты пойдешь? Потому что, когда я уже научился вот этому, я попытку делаю строить образы, а меня тьма давит, она мне не дает. И тогда говорю, а я буду. То есть мышцы, мускулы мои духовные ослабели. И постепенно, постепенно, как тренинг, я все-таки их начал передавливать, и тоже не сразу дается. Что произошло? Я от духовной лени стал сбавляться. Моя духовная увядшая звено вдруг заработала. Гипс, даже после того, как человек снимает гипс, у него рука, может, там месяц, два-три до полного становления. А дух у нас спит миллионы лет уже. Мы много раз на земле жили и ни разу так и не стали человеком, по сути. Потому что человек называется только тогда человеком, когда он живет по воле Божьей. Отче. Не мешает этому миру жить, не пачкает этот мир, никакие его слои. Тогда ты становишься человеком об этом и в этой тоже книге. Вы думаете, как многие вам говорят, что в этом частичка Бога? Ничего подобного. Бог – это единственное, что творило мир. Мир многослойный. А вы живете на кроханном пяточке, удаленные за много-много миров от Бога. Не совсем правда это, потому что, если четко рисовать, это качественные слои излучения. Я просто, куда все это не уместишь, я их собрал, а на самом деле это все лишь качество. Есть раскаленный, скажем, огонь, как светило. Первые, кого он сотворил, это так называемые первосотворенные, действительно, по образу и подобию Божьему. Там нет ошибок. А потом уже через них, как припосредствии, возник духовный мир, более удаленный от Бога. Отсюда пророки были. Моисей, Кришна, Зараастр, Иоанн Креститель и так далее. А Иисус пришел отсюда. Это пришла бесконечная сила, ядро его. И все эти оболочки, собрав, пришла на землю в теле. То есть, как бы рука Божия вошла в это творение и говорит, идемте ко мне, перестаньте творить зло. Если вы будете продолжать, вы плохо кончите. И когда он видел уже, а он был ясновидничий, каких и не снилось, если он все видел впереди, что будет. Человечество, имея свободу, выбрало не принять его учения от Отча, а уничтожить, который мешает нашей Лене жить, как и прежне. И вот и все. И его убили. И он понял, что человек уклоняется в эту сторону. И он стал тогда говорить уже под конец, что я от вас ухожу и миру более не явлюсь. Это его прямая речь. Но умолю Отца дать вам другого утешителя, Духа истины, который придет и наставит вас на всякую истину, расскажет правду обо мне, о грехе и о суде и пребудет с вами вечно. Кто это? Эта книга тоже об этом говорит. Иммануил переводится с древнего языка, по-моему, с древнего еврейского, с нами Бог. А с нами Бог всегда, потому что человеческий дух, живущий в своем духовном мире, порожден Отче наш. Это воля Божия духовная. Святой Дух породил вот этот маленький светлячок и наделен, какими? Волей наделен, свободой наделен, способностью любить наделен. Эти качества в нас есть, но у нас грехи наши облепили вот так всю землю. Это и мышление, и чувства. Вокруг нас такая грязь. Естественно, что все это отрезало нас от настоящей любви, от настоящей воли. Мы скованы, как определил Иисус этот момент. Каждый совершающий грех есть раб своего греха. И вы знаете, что многие моменты своего характера остановить очень трудно. Мы привыкли к ним, и нам кажется, ну, все так живут, и мы имеем на этот компромисс. Не понимая, что вот это мы все, мы все идем постепенно в болото, и если даже кто-то нас и пытается вести, я имею в виду всевозможные известные конфессии, секты или эзотерика, или какие-то политические силы, или какие-то научные там подходы, как говорится, дорогу к истине, псевдогении взяли на себя, и куда они нас ведут, мы видим воочию на улице, что происходит. Вот, поэтому спасение утопающих, как говорил один персонаж, делал руку самих утопающих. Хотите помочь себе, пожалуйста, вам никто не мешает. Всего лишь на все вот этот набор нужен, о котором я говорю, это выковано моей судьбой, проверено, и как клише, вот они, без них никуда не денешься. Кроме воли, что еще нужно? Терпение. Терпение – это, потому что воля нужна не на день, не даже не на год, а на всю оставшуюся жизнь. И чем сильнее воля, а это духовная сила, значит, тем больше ты можешь сделать для себя и перемолоть все свои грехи, и постепенно становишься человеком, который входит в отношения, в нормальность, с Творцом, он перестает быть перед ним виноватым. Новых грехов старается не делать, их все меньше, 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 а старые грехи искупают смирением, то есть принятием того дня, который есть. Я говорю, день, который мне дан, я не могу, может быть, им был доволен, бывает и беды, и все, но я его уже заслужил. Когда я это душой признаю нерассудком, говорю, да, я предуслужил, а тут больно и обидно. Нет. Когда я душой понимаю, а мозг подтверждает мне логику, правильно, ты живешь так, как ты делал, получай свое. И когда я это признал душой, возникает понятие смирения христианское. О нем тоже говорится, но почему-то опорные фразы Христа, которые даны, уводятся, потому что в VI, по-моему, и в VII веке придумано, что церковь будет отпускать грехи, через все, до этого их не было. историю, хорошо я знаю, религии, историю, когда причастие возникло, когда возникло вот это прощение грехов, на самом деле, получается, священник, не понимая того, отменяет действие закона. Человек может творить, 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 приходит ему в мгновение руки, пожалуйста, ты безгрешен. Вот. А люди продолжают жить плохо. А что такое отмена ответственности? Тогда можно грешить и продолжать дальше грешить. Вот. И приходить периодически, и тебе будет отпускать, отпускать. Это перед Богом чисто. Вот. Это уже современные, как бы, такие лже, элементы религии. А возникли они, когда я искал, когда, когда возникли ошибки, когда искажено было христианство. Представь, христианство очень простое. Как только я навел порядок вот этим элементам в своей голове, логика настолько простая, ясно, легла. И никто не искал сатану под контролем рассудка. А он там, вот здесь очень хорошо эта книга описывает, что вы пали из-за того, что вы перестали в откровении жить с Богом и поддались вот то, что Адам и Ева когда-то сорвались с древа познания. Это очень так непонятно написано. На самом деле, человек больше стал жить рассудком и меньше стал душой жить. Дух, а дух это и есть человек. Таким уровнем Люцифер, подбрасывая нам, так сказать, эти дровишки сюда, что вы Бога догоните, вы сами богами станете. На этом такая свистопляска построена у очень многих лекторов и так далее. Это вот и лжеучителя, и лжепророки. На самом деле, мы не божественны. И когда ими не были не богами, даже не были первосотворенными, у нас свой есть слой прекрасный. Когда у меня что-то стало получаться, у меня путешествие однажды было авансом туда, когда открылось все, и там так хорошо, когда ты после войны возвращаешься в отчий дом, где тебя любят. Я это почувствовал. И мне говорят, а тебе сюда еще рано. Ты понял, куда тебе надо? Я говорю, так хочу туда. А ты посмотри на себя. И мне показали со стороны как бы вот обзор, кто я. И по сравнению с теми существами очень красивыми, такими легкими-легкими, как Стряковский. Вот такая коричневая черепашка такая, которая пытается сюда. Да куда же ты бегаешь вот такому вниз. И вот когда я очнулся в кресле, в теле, у меня было ощущение, что я одел мокрое пальто, холодное мокрое пальто. Мне так неприятно было мое тело. Я к нему минут 10-15 привыкал. Это путешествие мне дали для того, чтобы понять, за что мы воюем, за что лично я воюю. Потом пришло ощущение такой любви к Богу, к миру, вообще к человеку. Я сказал, за это я буду бороться. За меньшее я не согласен. Ну, это я почувствовал. Если у кого-то и когда-то это происходило, вы меня понимаете. Это такой элемент, который как-то мотивация появляется сильная. Я знаю теперь, за что я воюю. Вот они, шесть элементов главных. Я тут крещение не вставляю, потому что крещение у многих есть, но в этой книге тоже описывается в главе крещаемое или крещение, что крестить может человек, который искренне верит в Бога по-настоящему. А я со многими людьми даже в церкви встречался, которые понятия веры нет в них. Есть хорошие священники, таких немного, которые действительно верят и которые делают хотя бы что могут. Но общая доктрина, что Иисус крови всех искупил, она везде, во всех христианских конфессиях, но это тоже ложь. Потому что Иисус никогда лично сам этого не говорил. Это придумал с подачи Павла. А почему Павел? Я тоже о нем историю читал, его биографию читал. С чего я на это взял? Тогда мне пришлось покопаться в иудаизме как до разделения Израиля на иудеев. И Израиль, собственно говоря, это в 937 году прошло до нашей эры. Еще до Моисея приходилось добираться. И я прочитал несколько литературных источников, в том числе и у меня запросы шли. Я сверял, правда, нет. В конце концов, довольно долгая история. Но я понял, что в религии у древних евреев был момент, это отмечено в Ветхом Завете, по-моему, в главе Исход, что ли. Это одно из пяти книжек Моисея, что древний еврей отпускался грех на наложение рук на жертвенное животное, откуда возникло козел отпущения. Животное должно быть без порока, то есть ни хромое, ни косое, ни больное, здоровое. Накладываются руки, стряхиваются на него, как бы грехи человеческие. Животное ритуально убивают, а человек от греха чист. Иисус пришел и в пух и в порах разнес эту практику. Это же, можно сказать, это магия. Какое отношение? Ну, при чем здесь козел и твои грехи? И получается, что с подачи Павла вот это все, что Лев Толстой когда-то нашел и сказал, что же вы, говорит, из одной религией все это перетащили в другую. Это не религия, это, говорит, магия. При чем здесь грех человека и какое-то животное, которое убивает жестоко. Вот, ну пусть, допустим, ладно, чтобы там не животным, а тут человека может больше пожалеть надо, что у человека ничего не меняется. Может на какой-то момент что-то лучше, потому что Санкт-Петербург тоже может сказать, как тебе хорошо стало на два дня, а потом все возвращается. И это все перешло. И апостол Павел, один из почитаемых, особенно в православии, как Петр и Павел, вот, к сожалению, вот такая вот история, и даже когда читал Павел и его послание, наверное, ничего более красивого, чем Павел, который написал о любви целые там несколько абзацев, очень красиво написал о любви. Но красота фраз, это одно, а суть религии, это немножко другое. Поэтому люди иногда очарованы текстами, а что сказал Иисус, по плодам их узнаете. Что говорил Павел, скажем, послание римлянам? Мое сознание не хочет грешить, значит, я перед Богом чистый, боя есть сознание. А плоть моя грешит, я ничего не могу сделать. Тоброго, которого хочу, не делаю, злого, которого не хочу, делаю. Это цитата от Павла. Поэтому человек спасается не добрыми делами, а только верою и кровью Агнца, с большого буквы Агнец. Следовательно, по его понятиям Иисуса Христа нужно было убить, чтобы получить его кровь. Это и есть жертвы искупления, которые притащили за уши в христианство. Это искажение, причем в протестантской литературе, по-моему, Фрикке написал, я книгу-то нашел, кто осудил Христа. Поищите в интернете, сейчас можно много чего найти. Кто осудил Христа? По-моему, Фрикке автор. Он пишет, что никто, как больше, чем Павел, не исказил христианство. А у нас он читается вот так и так. И многие эти вещи знают, особенно клерикалы, которые отнеслись серьезно к религии, очень много знают, очень много читали, исследовали историю. Даже ту историю, которая нам не дается, ведь и в Ватикане есть великолепная библиотека, все корни этого зла и лжи там есть, так же, думаю, есть и в православии везде. А почему это не выдается? А не надо ссоры за збы выносить. А то скажут, а что же вы за 2000 лет, ну, может, не 2000 лет, а в 4-м, это каком, 325-й, первый Никейский собор был. С этого момента, можно сказать, что христианство оформилось как конфессия. Где же вот эти 1700 лет? Что же вы делали, что же вам несли то, что привело нас к тому, что мы перед злом теперь безоружны? Где наше оружие? Где тот меч-кладенец? А он, вот он. Научись жить без зла, и Бог тебя берет под защиту. В любом другом случае нет. Почему? Мир контролируется волей Божией. Всегда это его правовая территория. И этот закон не продается, как наши законы. И не меняется никогда сотворение мира. Следовательно, если ты живешь по закону, тебе уже ни о чем не беспокоится. Как и я сейчас. Я ни о чем не беспокоюсь. Я не думаю, что будет у меня завтра, потому что я знаю, что завтра будет, может быть, даже лучше, чем сегодня. Почему? А потому что я иду в сторону света, качество жизни начинает нарастать. У меня 72-й год идет, и мне очень хорошо внутри. Бывает очень тяжело, потому что сражение идет, бесы-то они все равно атакуют. Почему? А я многих людей защищаю. Но я это делаю добровольно. Защищаю, потому что, когда тебе дается много, отдай, потому что душа сама хочет. Отдай. Не потому, что так надо. Это слово исчезло. Я так хочу. Мой вектор в сторону людей. Иди и говори. Научи их тому, чего сам умеешь. И поделись тем опытом, который твою судьбу вытащил из этой беды и направил в нужную сторону. Это главная для меня задача. То есть я давно уже на пенсии, но я лучше намного себя чувствую, чем в 40 лет. Поэтому вот это можно в рамки вставить и сказать. Ну, еще вот добавить можно крещение. Я сейчас объясню, что такое крещение. И когда мне звонят те люди, которые прошли семинары, где уже мы очень многие подробности прошли, это, скажем так, первый срез, самый поверхностный, то, что я вам сегодня говорю. сколько сейчас у нас? 20 минут восьмого. Значит, ну, может, там часик-полтора еще поговорим. Ну, что можно сказать? Ведь первая школа, которую я организовал еще в 90-х годах, 96-97, два занятия в неделю, потому что люди должны переварить, масса знаний, масса информации, плюс опыт приобретать. Два раза в неделю, по часа, по три в среднем, а иногда и четыре. И так четыре недели. Представляете, сколько? Умножить это, там, грубо говоря, 6-7 часов на 4. 30 часов текста, плюс опыт, каким образом все это происходит. И потом, когда человек приходит по всей школе, говорит, честно говоря, такое ощущение, я ошаражен, это шок. Говорит, я ходил всю жизнь, оказывается, мимо настоящих знаний. Это же стержень жизни, а мы в него ходим. Почему? Да потому что нам подают камни вместо хлеба, как Иисус говорил. Ведь настоящая конфессия должна научить человека жить по заповедям. А когда я к ним впервые пришел в 94-м году, я говорил, батюшка, а я тогда и не знал, кажется, не имеет права батюшкой называться. Прямая речь Христа в 23-й главе, которая говорит, никого не называйте себе на земле отцами, и у вас оттен один отец небесный. Есть у меня, конечно, и земной отец, но, строго говоря, родители дают только оболочку. А вечное наше, духовное, оно же не умирает. Оно после сложения тела, смерть, переходит через какое-то время, я уж не буду говорить какое, переходит в новое тело, новая жизнь начинается. И тому есть доказательства, я их потом, если будет время, объясню, почему я это для себя уяснил. И мы вечные. Естественно, что и как человек на земле, он вечный. Даже когда Иисус пришел, он тоже вечный. Когда говорят, Богоматерь Мария родила Христа, Богоматерь, я говорю, боги на земле не размножаются. Даже как и люди, они только тело, родители только тело дают. Бог и отец, и сын он сказал, я и отец, и еди на суть. А Мария, она дала оболочку. Да, это была миссия у ней. Это достаточно чистая женщина. Подготовлены были вот эти все слои, чтобы сюда пришла большая сила, и чтобы ребенок воплотился без... от тьмы защитили его. И это было нормальное совершенно зачатие, потому что зачем изобретать велосипед какой-то непонятный, когда в отношениях интимных нет греха, если есть любовь. Иисус говорил, без любви отношения, прелюбодеяния, без любви деяния, тогда вы от тьмы не защищены. Потому что, если вы будете друг другу отдаваться без любви, в этот момент вы открываетесь друг другу. И если сильный и слабый, внешне вроде понравились, но от слабого пойдет атака, тьма через него заполнит. И это тоже проходило уже много лет. И очень много опыта имею с другими людьми. То есть, любовь защищает нас от этого. А любовь наша закрыта нашими грехами. Разгребая грехи, мы начинаем выходить на высшее свое звено. И тогда свет и духовная сила приходят к нам. Появляется гражданин творения, а не гражданин земли. И вот тогда два таких человека могут дать настоящую пару, которые, во-первых, будут жить без греха, без измен, потому что им никто не нужен. ибо стремление к свету вместе дает каждый, может быть, каждый месяц или каждую неделю новый вариант световых отношений. Еще больше любви друг к другу и еще больше. А у нас как? У нас любовь с годами меньше, тускнеет, все как было, потому что в человеке заложено, что я хочу яркости, ярких отношений. Правильно? Если мы, конечно, уже руки не опустили. Мне хочется быть с очень ярким человеком, но для того, чтобы быть ярким человеком, это сам должен быть ярким. Это соблюдается в творении. Это стимул для того, чтобы мы не были лентяями. И вот тогда у нас все получится. Как видите, в религии заложено очень много ответов на наши проклятые вопросы. Но, к сожалению, какие-то товарищи взяли это в свои руки и выдают нам спектакль по поводу этому. Много красивых слов, ничего не скажешь. Много конфессий делают полезного, тоже ничего не скажешь. То есть и о детях многие заботятся, создают какие-то клубы, попытка увести молодежь и даже взрослое население от того разврата, той похоти и свистопляски, которая сейчас в мире творится. Это их полезные дела. И церковь сохранила предание Христе. Это тоже очень здорово. Но дело в том, что сейчас мир подходит к концу. И мы должны позаботиться о спасении. А вход где? А вход вот он. Прошло какое-то время моих опытов, и я спросил, я лечил людей тогда, мне говорят, ну, у меня появились способности, где-то буквально через, все, 1 апреля начал, уже летом, я вылечил первого человека, потом второго, третьего, я говорю, я, в общем-то, душой не целитель, я не хочу. Мне говорят, ты пока вот так, ты многому чему научишься, когда я встречался с людьми, читал им такие микролекции, небольшие, час-полтора, и этим лучом лечил, они ко мне, приходили люди, которые болезни, которые практически почти всегда неизлечимы, иначе они к врачу пойдут. И я начинал лечить, я разобрался в этом, все, что делается, как это все происходит, с чего начинается болезнь, сейчас об этом поговорим. Но мне говорят, сначала научись, вот, один-один, тет-а-тет, а потом я вышел уже на пропаганду, то есть на лекции, потому что через большое, сотни и сотни людей приходили разных конфессий, разных имущественных цензов, разные профессии, разный возраст, очень много разных, и я с разными группами населения, я понял, куда и что надо, какие вопросы возникают. Они многие были грамотнее, чем я, в том числе и в религии, и я тогда начал изучать. А где вы, говорю, взяли? А вот там и там. А где литература? А вот там. Прошу, в молитве даже прошу. Когда я разбирался с исламом, мне буквально, я говорю, я не знаю, о исламе ничего. Несколько дней проходит, мне звонок. Приехала переводчица Коранная, Сирии, и говорит, мы знаем, что вы ведете пропаганду, такую-то, такую-то, мы вам хотим подарить Коран. Это очень здорово, там, это, это. Я приехал в Москву, там, в один, ну, на одну улицу, побывал в гостях, я немножко арабский, знаю, поговорил с ее мужем, это одна женщина, переводчица Корана, с одобрения в верховном муфте Сирии, муж у нее, сын шейха какого-то, и так далее, там такая семья. И второй перевод Корана прочитал, но, кажется, у нас это совершенно иное, нам надо разобраться, но в своей домашней религии. Вот, великолепно. Здесь я ничего не упустил, давайте, потому что время очень быстро уходит, это немножко как бы срез такой, мой опыт немножко в приложении вот к религии, что мне настоящая религия, когда убираешь все вот эти плевелы, остается только зерно, а это можно сделать только когда ты мозг свой немножко умеешь под контролем держать, то есть не бесы мной, я перестал быть рабом своих грехов, они ушли, следовательно, мною правит свет и душа, и тогда ты получаешь удовольствие от жизни, потому что, я знаю, что я непотопляемый, никакая судьба не страшна впереди, а это очень важно, ибо страх отрезает человека от неба. Вот, и фраза Христа об этом, не ищите во что одеться, чем питаться, так поступают язычники, ищите Царство Небесное, остальное все приложится, ибо Отец Небесный знает все ваши нужды. Поэтому, если мы считаем себя христианами и боимся, чем платить за квартиру, жизнь-то нам не предлагает сладких вариантов, становится все сложнее и сложнее, цены растут, зарплаты нет. Следователь Локи говорит, мы идем к какому-то коллапсу потихоньку, иногда быстро, иногда медленно, но мы идем в нехорошую сторону. Плюс, если взять агрессивность государства, что сейчас творится, не буду говорить, кто виноват, разницы никакой, если кто-то начнет, всем будет плохо. Давайте поговорим немножко о здоровье, то, что оно тут заявлено. Вот человеческое тело, оно состоит, вы знаете, из набора клеток. Не буду их дифференцировать, там, на нейроны и прочие дела, какие-нибудь олигидендроциты, там, и так далее. Главное, что вот такие есть клетка. Мы знаем немножко цитологию, даже по школе. А вот еще клетка состоит из молекул. Молекулы состоят из атомов, а атомы состоят из набора элементарных частиц. Допустим, взять, если тут три электрона, значит, примерно три у нормального атома, три протона, три нейтрона. Ну, непонятно, какой атом я взял. Я уже давно забыл все это. Зарядом минус единица электрон. Будем считать, что этот атом идеально сбалансирован. То есть, центробежные, центростремительные силы уравнены, константы идеальны. Вот из такого вещества, если человек будет составлять, состоять из элементарного, мы абсолютно здоровы и счастливы. Ну, так, конечно, утрировано, но здоровы, по крайней мере. Что выводит из баланса? Напоминаю, вы знаете хорошо, что материя не располагает большей волной, чем 300 тысяч километров в секунду, да? константы, это константы тоже. Правильно. А что же выводит из баланса? Вот страх, ревность и прочие эти эмоции, они примерно на два порядка. Но в одной литературе я нашел в 400 раз быстрее скорости света. Умножьте это на 400. Получите колоссальную скорость и волну. И если страх, есть такая формула импульса, масса на скорость, если вы умножите массу на вот эту скорость, какая же материя-то выдержит все это? Когда удар эмоций, да он идет непрерывно, у человека ревность гложет и гложет с утра до вечера его. Или там страх за ребенка, за судьбу за свою, за страну, за свою. Мы глушим и глушим, но эти эмоции у нас продолжаются. И весь набор эмоций, если взять, и получится, что какой атом выдержит. Набор эмоций вызывает определенные сдвиги в разных органах. Скажем, жадность бьет в этом месту. Индусы называли это третьей чакрой. Жадность, страх сюда бьет, материализм сюда бьет. Ну и многие другие вещи. Зависть там и так далее. Скажем, сюда в горло бьет эгоизм, обидчивость, раздражительность, тщеславие. В голову бьют измы, национализм, фанатизм, и всяк материализм, и прочие измы. То есть идеи, которые наш мозг обслуживает и формирует нам поведение. Поэтому и в свое время я так и не был никогда националистом, потому что я вырос в другой республике. И никогда у меня не было, скажем, в Узбекистане против них. Думаю, ну в любой нации есть нормальные люди, и есть ненормальные люди. Зачем же все это окрашивать и так далее. Но есть люди, которые кичатся, что он вот такой нации. Я говорю, это все же сказать. Я родился в четверг, поняли? А вы нет. А вы во вторник. Вот эта вот гордыня какая-то. Я удивляюсь, откуда это все взялось? Это взялось от беса. Это отдел по национализму, отдел по материализму, отдел там по фанатизму и так далее. Фанатизм происходит от арабского слова фанаа. Так, по-моему, как пишется арабское, немножко когда-то работал, научился. То есть фанаа, самоотречение переводится. То есть на всю волю Аллаха. И можешь делать, что хочешь. Я всегда говорил, она и без нас на все. Признаем мы это или не признаем. Все равно воля Божия правят всеми мирами. И весь вопрос в том, что мы не должны быть покорны. Мы не должны просто так мимо этой воли ходить. Мы должны познать ее. Не только познать. Это первый элемент. Я быстренько разобрался, в чем мои проблемы и что я должен делать. А вторая, не менее трудная, а может даже более трудная задача. Найти ту волю, которая заставит меня жить так. А это очень трудно. Потому что тогда вся бесовщина всего этого мира за всю нашу многомиллионную историю кидается на тебя и говорит, ты куда, Одиссей? Ты наш. Ты сколько тут творил. Ты нам подобен. Он сколько за тобой. Одна жизнь, вторая жизнь, третья жизнь, четвертая, может седьмая. В первой жизни нагрешил, не стал человеком. Во втором, ты пришел и родился ребенком уже с отягощенной кармой. Поэтому у тебя с детства пошли проблемы. А третья жизнь еще больше. А четвертая еще больше. И вот сейчас в последняя жизнь, когда идет страшный суд, вот этот вагон с грехами. Либо ты его разгрузишь, либо ты погибнешь. Может быть, даже не до конца разгрузишь, но если ты пойдешь изо всех сил, через веру и вот эти элементы, если ты пойдешь и тебя подгонять больше не надо, тогда Господь Бог скажет, этот, кажется, идет ко мне. Он все понял. Проходи. То есть, это пропуск на ной в ковчег, если можно сказать, на очередной. Но выбирать, опять же, человеку. Свобода выбора. Так вот, импульс, вот этот масса на скорость, разрушая материю, вызывает отклонение. Вот, скажем, индусы назвали первая чакра, это крестец, вторая поясница, третье солнечное сплетение, четвертое грудное сплетение, шейное сплетение, район гипофиза, таламуса, ну и гипоталамус, там это все такое звено. И в конце концов, начинается большой мозг. Правое и левое полушария, тут мозолистое тело, здесь этот мозжечок, воролиев мост, эпифиз. Я не буду уж копаться в эти структуры, анатомически нам важно другое, что мозжечок, вот его видим сюда, это маленький мозг, есть большой мозг. Суть грехопадения состоялась в чем? Что когда-то человек имел паритет, и маленький, вот этот мозжечок, и большой мозг, были примерно одинаковы по массе. Это было многие миллионы лет назад. Грехопадение, что человек стал больше попытку жить не через совесть, а через какую-то нечестность, обман, ну скажем, какому-то слабому мужчине, скажем, 40 миллионов лет назад. Очень захотелось жить вот с этой женщиной, которая ему нравилась. Но он не был альфа-самцом. Тогда он сказал, а, я сейчас так сделаю, что обманом раздобуду лишнюю шкуру, а вот этого лидера так подставлю, что оставлю его один на один с саблезумом или с мамонтом, он погибнет. Это начало происходить. Сначала в одном месте, потом дальше, потом 10 случаев в год, потом 100 случаев в год, потом постепенно эта зараза овладела всеми людьми. Потому что конкурировать вот с этими людьми довольно сложно. Доказать тоже. Да, были, конечно, и наказания за это, и все. И как только возникло грехопадение, то есть, что поселил, то и пожнешь. Был озвучен закон первым пришельцам. И впервые было сказано, ну, если вы совершили грех, каким образом он искупается? Прощайте и прощены будете. Потому что, прощая, вы признаете действие закона правомерным в свой адрес. Вот и все. Перестаньте враждовать с Богом, признавая, что ваша жизнь вами творится. И вы должны искупать все через свое страдание. Единственный способ облегчить эту ношу – любовь. Оно надо уметь любить. Попробуйте без эгоизма служить какому-то человеку, мужчине, женщине, женщину-мужине. Без страха, упрека. Умеете вы это? Когда у вас возникнет эта вспышка радости, неотдачи, любовь – это не влечение, это, скажем, дань природе. А любовь – это служение, это такая красота и сила. И вот если вы на это способны, вы можете, отдавая это, играючи смахнуть карму. Но на этом надо быть живую душу иметь. Иметь рядом человека, который достоин этой вспышки. И сами понимаете, насколько это непросто в нашем мире. Так вот. Получается так, что каждый раз, когда сначала Адам и Ева, это, конечно, собирательный образ женской части населения того времени, мужского. То есть это не с двух же человек началось все. Как только стали ошибаться и больше думать рассудком, а меньше через мужичок ведет связь. Ведь даже сны мы видим мужичком. Мужичок либо впечатляется проблемами дня, когда усталый мозг фонит и нагружает, и мы видим образы какие-то. Мужичок распечатывает, как принтер. Волновую информацию переводит в образную по принципу телевидения. Примерно так, конечно, это такая биосистема. Дальше мы можем иметь от чувств другую распечатку. Чувства и... То есть эмоции и мысли, вы знаете, это разные вещи. Страх и обиду не назовешь мыслью. Это другая скорость волны и другое формирование, ну формы другие. И есть третья изредка, которая нас посещает во сне. Это ощущение, это генерация духа. Вот тогда приходит вечный сон. И когда исследовали в Мюнхене, я помню, связывался еще в 90-х годах с Мюнхенским институтом парапсихологии, они мне прислали книгу в ответ на мое письмо. Я не совсем хорошо владел немецким, попросил одного парня, он мне перевел и потом перевел ответ, что там как раз исследования были, что у мозга происходит альфа, по-моему, бета и какая-то, дельта, что ли, частоты. Это разные, как вот осциллограмма, это кардиограмма, так примерно выглядит, то есть ритмы. Их там насчитываются три или четыре. И один из ритмов неожиданно вдруг возникает вот такой меандр, называется, в радиотехнике, а потом опять начинает срываться. И вот этот отрезок очень глубокий сон называется БДГ, быстрое дергание глазами. Лежит человек у него так, и все думают, что он притворяется, на самом деле. Это очень глубокий сон. И в этот момент может проскочить от души, от духа вот сюда предупреждение. И ты видишь, что такое, просыпаешься в тоске и не понимаешь, почему, куда-то тебя позвали. И у меня такие вещи были довольно часто. А теперь вот эти моменты, они мне объясняют много. То есть сон – это тоже жизнь, но только вне тела. Мы так же точно живем. Рассудок – это дневной мозг, большой, требуется в отдыхе, ему нужен сон. А высшие наши структуры – нет. когда мы пришли на землю, еще раз повторяю, потому что это очень важно понять, цель пребывания на земле. Помните, сколько издевательски нам говорят о смысле жизни. Как только начинается о смысле жизни, начинается хихиканье и так далее. Потому что когда люди не знают, начинают ерничать, начинают там издеваться и, скажем, иронизировать все. На самом деле наша задача от слабого и незнающего перейти в состав знающих и сильных. Мы пришли на землю, духу не нужно, ни этому существу, который в духовном мире, ему не нужно бороться ни с холодом, ни с голодом, ни со зверьми, ему нужно устраивать жизнь, быт и так далее. Там другие совершенно задачи, другой мир. Но для того, чтобы раскачать лень, ибо лень побеждается только трудом, только волей. Вот нас и отправили сюда через несколько слоев, в самые нижние слои, в материю. И когда мы получили тело, а вот тело нужно кормить, поить, защищать и так далее, а чтобы человек при этом не ленился и делал все это, его наделили болью, чтобы он вот не боялся, вернее, боялся остаться без еды или боялся, что его кто-то жевать начнет. Потому что если бы не было боли, дожуй, пожалуйста. Как видите, все разумно. Вот. И наделили инстинктам самосохранения. Ты должен бояться смерти, ты должен жизнь ценить, потому что она тебе дана не для того, что ты там напивался или с соседями разбирался в скандалах, что-то делать, или дома устраивал скандалы. Вот. Потому что тебе жизнь дана для того, чтобы ты вот здесь борьба за жизнь научился быть быстрым, сильным. И когда ты себя разогреешь хорошо, тебя выпустят сначала в эфирный мир, потом через сущностное кольцо пройдешь и окажешься в духовном. Он уже на полочку выше. Это бессознательный мир, а это сознательный. Вот за что мы воюем. Просто так лирикальная терминология, которая в Библии для многих людей, которые интеллигентны, образованы, она как неприемлемая. Такое ощущение, как сказку, как читаешь, где мало чего понятно. А кто будет это расшифровывать? Ведь это и есть истинная задача конфессии. Ведь в самом слове «религия» в каждом термине заложена суть. Религия переводится как «восстановление связи». «Ре» — это приставка всегда «восстановление». Реставрация, правильно? Реновация, когда восстанавливается оборудование и так далее. Так же, как и «религия». «Лига» — это связь. «Лига наций». Связь наций или союз наций. Поэтому «религия» — это связь человека с Богом или союз человека с Богом. Какой может быть союз, когда человек день и ночь грешит, то есть пачкает этот мир? Эта бесовщина вокруг нас повисает и за многие-многие сотни миллионов лет посмотрите, какая сгущенка над нами и вокруг нас. И мы это чувствуем. Вот энергетика места уже, так называют, патогенные зоны, как их называют, геофизики. И с этим тоже приходилось иметь. И очень много информации во время неуклонно катится туда, куда надо. И наша задача, и смысл бытия, очень красив наш смысл бытия и масштабен, или как назвать, грандиозен. Потому что, когда человек перерастает из лентяи, становится гражданином свято, то есть человеком свято, мы совершенно другую жизнь получаем. Эти миры, это не значит, что это просто копия, хорошая копия или быстрая вот этих миров. Там законы действуют совершенно по-иному. И поэтому идти туда, попытку разобраться рассудком, мы не сможем. Система рассудок может воспринимать волны только 300 тысяч кем-то в секунду. А уже нижний слой эфира, так называемый астрал, и наше астральное тело, это входные и выходные врата души. Вот сюда все влезли экстрасенсы, потому что дальше их не пускает свет. А сюда сатана их пригласил через тысячи и тысячи всевозможных вариантов, эзотерических, сектантских и прочее, прочее, прочее. Вот. Отсюда лечить человека этой энергией можно, да, если человек не шарлатан, он может помочь, но в обмен на это он блокируется определенными матрицами, и он может не попасть туда, куда надо. Это очень опасное явление, это давно происходит уже, и когда мне приходилось людей лечить, я даже в прошлых жизнях находил вот эти матрицы, и пока я их не стирал, ничего у него не получалось. Даже, он говорит, крещение не проходит, потому что не входит крестная сила. Вот эти матрицы мешают, эта бесовщина. Я вам приведу один пример, классика немецкая, помните доктора Фауста. Душу он продал за что? Ему очень хотелось молодую девушку иметь подругой, Маргариту, и вы знаете, что это плохо кончилось. Вот примерно то же самое происходит и здесь, что человек может получить телесное здоровье, и то не навсегда, на какое-то время, в обмен на то, что его душу просто закопают вот эти вот формы, как я их называю, информационные вирусы. Я не люблю слово порча там или так далее. Хотя, в принципе, с русского языка это правильно, тебя испортили, попортили. Но мне ближе вот так. Раскодировать их далеко не всегда просто, иногда просто почти невозможно. Тем более, что если человек к свету не стремится, тогда зачем? Уберешь с него это, он тут же найдет еще одну лужу. как в сказках наших, говорит, Иванушка, не пей из этой лужи, поросенком будешь, из этой не пей, козленком будешь, оставайся человеком, пей чистую воду. Вот она. В сказках наших очень много информации. Я часто еще такую сказку рассказываю. Иванушка дурачок был лентяем, жил на печи, вот, дожил уже такой великовозрастный, такой здоровенный парень. Что его с печи сняло? Оказывается, приглашает царь, у него дочь на выданье. Вот. И, казалось бы, ну, кто ты такой? Там царь, а ты кто? Деревенщина. Он говорит, а я пойду, он же немножко не в себе. Вот. А я пойду. Ну, и над ним смеются все, конечно, он пошел. И царь ставит задачу, когда ему говорят, ну, ты какой-то князь или там рыцарь приехал, какой-то правитель другой страны говорит, я могу полцарства отдать, давай, мне нравится твоя дочь. Царь говорит, нет, ставлю такую цель, пойти туда, не зная куда, а найти то, не зная что. Ну, и все рационалисты говорят, ты нам ставь реальную задачу, что ты нам ставишь непонятное что. И один дурачок только сказал, я пойду. Вы понимаете, что в сказке зарыто? Все рационалисты, материалисты, живущие в этом мире, не хотят получать это. Они говорят, а там ничего нет. Куда идти? И как идти? А человек, который не имеет сильного гнета рассудка, через который она спасет Люцифер, говорит, я попробую. Это значит, в нем еще живая душа. Видите, в сказке скука интересна. А дальше что происходит? Не убей зверя. Зачем? Если ты не голоден, крайне не голоден. Не руби дерево. Зачем? Не ломай ничего. Дружи с природой. Это твое окружение, это твой дом. А дальше что? Баба Яга. Тоже персонаж интересный. Когда он подъезжает к избушке на курьих ножках, говорит, бабусь, а ты не скажешь, где тут змей трехглавый дислоцируется? Она посмотрела и говорит, захотел. Давай так. Я тебе три загадки задаю. Угадаешь, я тебе скажу. А если не угадаешь, я тебе сварю. Значит, цена вопроса жизнь. И он разгадывает загадки. Какие? Он не пошел в лжеконфессию, он не пошел в секту, он не пошел в материализм или в эзотерику. Он все понял, что не надо ходить и отпить из тех луж. И он нашел эту дорогу. Я, говорит, пойду. И тогда баба Игоря растерялась, говорит, что же делать? Приходится исполнять. То есть, он прорвался через эти лжепризывы. Попадает в то место, где готовится сражение и уже готов в атаку идти. За это время он стал уже витязем, он на коне, он вооружен. И вдруг выходит старец. Это мудрость и проведение Божие. И говорит, юноша, ты посмотри, сколько здесь валяется кольчуг, ржавых мечей и костей этих богатырей. За всю историю, сколько полегло народа, совершенно бесполезно в борьбе с этой тьмой, можно сказать. Это же аллегория тьмы, сатана, Люцифер и его армия. А это что же делать? Он говорит, в пещерах, в тайных, есть ларец, и в нем лежит меч, кладенец. Но в руки его может взять только рука без страха и упрек, не имеющий грехов. Видите как? И он идет туда и берет этот меч. Ему в руки он дается. Это наше оружие, наша чистота. Мало кто об этом думает. Вот. Это путь не близкий, скажем так. Но если ничего не делать, значит, конец нам обеспечен 100%. Следовательно, когда-то начинать надо. Вот. И одна притча очень интересная у Христа, которая вселяет немалую надежду. Это притча о работниках виноградники. Когда Иисус рассказывает притчу своим ученикам, потому что люди были далеки от понятий физики, торсионных полей или еще чего-то, быстрых волн каких-то. Он говорил с очень простыми людьми, пастухами, рыбаками, менялами, этими сборщиками податей. Пришли работники, которых нанял хозяин виноградника на работу. Утром пришли и договорились с ним по динарию, в день они получат за свою работу. Ну и когда день клонился к закату, хозяин нанимает еще работников, которым тоже по динарию дает. И тогда те возмутились первые. Как же так? Мы работали, 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 а они получают равную плату, как и мы. В чем дело? Он говорит, у нас с вами был договор динарий, вы его получили, да? Что, завидуете? Я хозяин, я то, что хочу, то и делаю. Что это такое динарий? Это же царство небесное. Кто бы когда не пришел на этот путь, главное, что ты пришел, двигайся с максимальной скоростью, и ты получишь тот же динарий, то же царство небесное. Видите как? Здесь нет выслуги лет, есть люди, которые пришли на этот путь, и может быть, они всего лишь месяц-два, и не часто обгоняют тех, которые 10 лет, которые кичатся, мы такие продвинутые, мы уже там чего-то, и этим в рот заклядывают, расскажи, и тот чванец, вот это вот я такой, это есть непобежденное тщеславие, ведь Иисус сказал, если хотите быть там выше всех, станьте здесь ниже всех, вот эта скромность, это полная победа над бесом тщеславия, это очень опасный бес, это последнее, что из меня исчезло когда-то, пока он не исчез, мне много его не давали, и сила пребывала так постепенно, и как только вот это стало исчезать, такой водопад света пошел в мою защиту, и в защиту тех людей, которых я зову за собой, вот что стало происходить, то есть это индикатор того, что я иду правильно, не только жизнь исправляется, начинаешь понимать вот эти все миры, и начинаешь получать очень много, потому что сколько просишь, столько получишь, только не для себя, у меня тоже диалог когда-то был, что зачем ты просишь много сил, я говорю, я хочу быть здоровым, счастливым человеком, это все, я говорю, нет, я хочу, чтобы моей стороной правили честные люди, порядочные профессионалы, чтобы наша страна расцветала, чтобы все люди друг другу улыбались, и не боялись ни хамства, ни мошенников, ничего, я хочу этого, это все, я говорю, нет, я хочу во всем мире, чтобы так было, в каждой стране, потому что мы все одинаковые племени, все духовные, и я это чувствовал, что мне не надо никакого, ни национализма, ни этого, ни этого, у нас на земле должен быть порядок, и мне тогда сказали, что ты можешь погибнуть, это очень трудный путь, я сказал, что я боюсь, не боюсь, а мне сказали, врешь, боишься, я тогда подумал, я действительно боюсь, если придут убивать сейчас за идею, я испугаюсь, мне сказали, ты пока свои слова не приведешь к духу, то есть ты то, что говоришь, ты должен и делать, и чувствовать, и мыслить, все в один вектор собрать, вот когда ты это соберешь, и когда избавишься от плохого, ты получишь это все, и пошел процесс, вот я переходил с одной ступени на другую, и в конечном итоге потом стал рисовать этот график, от чего человеку вот эта сила приходит, вот на духовный рост, это у меня на многих лекциях старых есть, потому что я любил математическое изложение, оно очень просто излагается, до уровня буквально пятого класса, по абсциссии у нас будет время, ну пусть в годах, а вот по ординате духовный рост, в каких единицах, не знаю, ну пусть условно, ступень за ступенью, вот если я прошу у Господа за себя, мне дадут силу определенную, я смогу подниматься с определенной скоростью, приобретая эти силы, вот год, вот два, вот три, вот четыре, пять, шесть, семь, восемь, там двадцать, уже у меня двадцать пять лет уже, вот такая будет история пологая, если я прошу за какую-то часть людей, я могу пойти вот так, мне дадут больше, но не сразу, вот когда я начну побеждать в себе, то есть свое бревно вытащу из глаза, Иисус говорил, вытащи свое бревно, и ты будешь знать, как вытащить бревно из глаза ближнего, но все фразы Христа в результате опыта стали оживать и окрашиваться тонами жизни, я понял, что это правда, вот она мне что дает, и мне становится понятно все его призывы, почему надо благословлять врагов своих, почему надо то или то делать, далее, если я прошу за свою страну, следовательно, мне дадут тоже больше, если ты действительно отдаешь себя, но переходить с одной ступени на другую, идет последовательно, тебе дают ровно столько, сколько ты можешь освоить, насколько твой эгоизм умер реально, и насколько ты чист, потому что принимать в свои, как их называть, баки или танки, свет, это не так просто, люди думают, взял и чуть ли не стал Богом сразу, вот пошел, научился медитации, все, да ничего подобного, если вы даже просто от человеческого слоя духовного примете вот эту частоту, она вас разрушит, потому что невозможно принять быстрые волны, это в миллионы раз быстрее, чем мы живем, наш ритм, и мгновенно переход из одной скорости волны на другую, она вас разрушит, но ведь эта волна к нам приближается, это есть конец веков, как его называют, что к нам идет совершенно иной ритм, мы за миллионы лет отстали от нормы, и те, кто научится быстро бегать, они могут выйти вперед, а дальше излучение не позволит, медленным, ленивым, потому что пришло время окончания школы, кто научился и вышел из первого класса во второй, пожалуйста, но если вы не освоили программу первого класса, вам во втором делать нечего, и тогда идет отбраковка, будет выброс во тьму внешнюю и скрежет зубов, так в Библии описано, это не я говорю, потому что меня обвиняли, что я народ пугаю, я говорю, тогда обвиняйте Христа, в Библии все это есть, а вы очень уважаете Христа, очень уважаете официальные доктрины, но почему-то не хотите служить ту правду, которая в Библии звучит, ее закопали и не хотят о ней поминать даже, вот, а на самом деле, когда приближается вот это, как бешеный курьерский поезд, а мы не готовы к восприятию этому, это большая беда, вы же видите, что в мире происходит, и вот как бы если ты идешь за весь мир, тогда ты взлетаешь как ракета, вот, и в первые вот эти вот месяцы получается у меня, чтобы подняться через личное, у меня будет, вот, скажем, на эту высоту, если опустить вектор сюда, вернее, перпендикуляр, мне для этой высоты понадобится год, два, три, скажем, или сколько тут, один год, по-моему, полтора года, чтобы в эту высоту через свое личное, я ее не достигну, даже за 20 лет, как видите, скорость зависит от твоего участия в работе в этой общей, то есть, а это есть любовь, разве можно, не любя людей, отдавать им, искренность возникает только тогда, когда ты любишь, и мой инструмент, это моя душа, и я ее отдаю для того, чтобы не прославиться, вот, и не заработать большие деньги, мне они особо и не нужны, потому что большие деньги надо охранять от инфляции, защищать от воров, от банковских махинаций, и прочее, меня не волнует, большие суммы у меня их нет, я знаю, что у меня всегда на меня придет и поддержан я буду, потому что я Царство Небесное нашел, оно вот, оно рядом, поэтому идет все нормально, не бояться нечего, как видите, скорость очень много дает, но принять, еще раз говорю, человеку этот свет, когда-то я был таким, потом стал принимать много, потом стал принимать очень много, вот, и головная боль иногда возникает, я мгновенно начинаю себя диагностирую, говорю, опять нападение какое-то, мне говорят, нет, ты просто принимаешь очередной вариант свет, ступень пришла новая, ты эту освоил, выходи на новую, выходи на новую, идет процесс, динамика мощная, и я когда говорю, ну уж очень круто, тяжело стало, мне говорят, время не ждет, подходит, и ты должен отдавать, 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 я делаю все, что могу, и работа в России есть, хотя немножко, на счет, берем, что в другой, немножко ракурс, и вот в Германию езжу каждые полгода, и вот люди, которые приходят, я им это все рассказываю, при этом я вас ни к чему не обязываю, выбор, я уважаю закон выбора, выбирайте сами, моя задача рассказать, подсказать, хотя бы дать один срез, а потом вам будете, хотите больше знать, пожалуйста, в интернете есть очень много информации, лекции есть, здесь есть люди, которые вам подскажут, и здесь есть несколько человек, которые по этому маршруту уже прошли, и немало прошли, вот, и они как практики могут сказать, да, это происходит, потому что, когда-то я себе сказал, если я один, вот иду, уже год-полтора, а может у меня дежавю, может я такой, ненормальный какой-то, но когда пришел еще человек, еще пять, еще десять, пятнадцать, двадцать, и у неленивых людей, подчеркиваю, начинает происходить то же самое, это избавление от лени, и от рабства греха, и они говорят, мы получили то, что хотели, и я тогда сказал, нет, это я не один, потом в Библию пошел, разобрался, и вся религия, я говорю, возлюби Бога своего, а любить Бога, если любите меня, выполните мои заповеди, в двух евангелиях, сочетание этих фраз, мне четко объяснили, что такое религия, если мы заповеди не выполняем, мы Бога не любим, как можно служить Бога, не любя Его, вот и все, вот что делают наши конфессии, они и сами не пришли к Богу, и, к сожалению, людей туда не ведут, происходит то же самое, что и 2000 лет назад, когда Иисус говорил, вы лицемеры, вы сами к Богу идете, и туда человеку закрываете, вот, и это не значит, что я обвиняю кого-то, я не имею права обвинять, я говорю правду, у меня в интонациях нет зла, нет раздражения, нет упрека, я не имею права, потому что я тоже уважаю закон выбора, зная, что Бог сказал, аз вас дам, а ты себя лечи, я хозяин только себя, и никого другого, потому что у каждого равная свобода выбора, и я не имею право на эту свободу давить, даже интонации, это важно тогда в тебе, рождается естественное уважение к закону, к закону воздаяния, который приводит к полному, абсолютному смирению перед той жизнью, которая тебе дана, перед законом подобия, когда я понимаю, что пока во мне есть бесы, меня будут атаковать день и ночь, и будут пробивать меня, и моя сила, моя крепость, только в моей чистоте, быстрее добивайся ее, это стимул, и когда ты начинаешь таким человеком быть, и видишь в мире вот что происходит, мне говорили, вы, наверное, все это чувствуете, да, чувствуй, мне от этого тяжело, потому что когда ты отмываешься от этого эмоциональной грязи, и идешь в люди, и тебе как колючки все это давят, но броня она мне есть, когда ты одеваешь броню, а это чистота, то есть воля Божия тебя защищает, этот процесс реальный, естественный и очень простой, и ничего великого в том, что человек перестал быть преступником, то есть грешником, ничего великого нет, это наш долг, перестать пачкать этот мир, мы рождены светом, опадались на провокации тьмы, и пали под ее гнетом, мы можем встать, можем в опоре на крестную силу, то есть на волю Божию, сам нет, вот зачем понадобилось крещение, 2000 лет назад, даже больше, потому что слишком стала велика туча, которая нас накрыла, за многие миллионы лет, и поэтому понадобилось крещение, это связь человеческой воли, с волей Божией, идем, говорит, я помогу тебе в обмен на что, на веру, вера это форма, которая открывает меня Богу, только вот эта вера, а не вот эта, не болтовня о вере, а настоящая вера, и я это испытал на себе, это такое чувство возникает, то ты сопричастен миру всему, открываешься, и Бог с тобой, когда я был одинок, пять лет, десять лет, пятнадцать лет одиночества, и в конце концов, я, когда мне было очень трудно, я всегда настраиваюсь, и чувствую, какое тепло меня накрывает, и я все равно, я не один, Бог со мной, если я с Богом, значит и Бог со мной, и вот эта свобода выбора, еще раз, и я почему, очень много говорю, то есть, голова тут страниц 20, если о свободе выбора, чем важная статья, он говорит, вот это в свете истинно, обдушин, вот, о чем он говорит, потому что идти к Богу, это не значит ходить в храм, слушать богослужения, даже кто-то крещен, пусть даже по-настоящему крещен, движение к Богу только, закон движения, а движение, это значит, начинайте уходить от греха, начинайте работать над собой, можете в молитве просить, можете так просить, но молитва лучше, вот чем наша, просите помощи, но если вы начали двигаться и перемалывать свои грехи и не уменьшаются, вас мгновенно обнаруживает луч Божий и говорит, идем, еще один тронулся в мою сторону, выбор только тогда, когда вы двигаетесь, а если вы стоите на месте и ждете, когда Господь придет и вас научит чему-то, никак вы наизусть можете знать Библию и знать обдуршина, ничего не сдвигается, потому что вы нарушаете один из основоположных законов, закон движения, вы в сторону Бога не двигаетесь, а с ней и помощь в вашу сторону не движется. Это все я рассказываю только из того, что в опыте испытал, ведь я пробуксовал первые месяцы, первые годы и каждый раз натыкался, что да все в меня делаю, почему? Потому что цель не поставил. Как только я сказал, я пусть буду кушать луковицу с корочкой хлеба, но я все равно пойду к Богу, когда искренне от души это прорвалось, у меня стало все получаться, элемент сложился, цель. Цель должна быть духовная, она должна превалировать над земными целями. Только тогда твои беды перестают быть значимыми для тебя, так как для нас сейчас очень многие. Потому что они нас бьют и бьют наши беды. Как только я туда переехал с вещами, мне сразу не так больно стало за это, потому что я вижу, мой дух развивается, он выбирается, как бы через тернии к звездам, идешь, больно, но зато я вижу, как ступени идут вперед, вперед. Я сказал, это главное для меня. Глаза засверкали, я думаю, ничего. Подумаешь, ограбили, подумаешь, машину разбили, это сделали. Семья от меня начинает отворачиваться, потому что, где враги, как или враги человека домашнего, он себя тоже испытал. Ну, невозможно всей семьей вдруг одинаково стартовать. Ну, не получилось. Следовательно, они на меня смотрят и думают, что с тебя получится, какой-то вот это, странный человек. Потому что первый месяц, особенно дикий вот этот прорыв, он вызывает очень странно. Ты был одним человеком, папом, папой, мужем, другом, и вдруг эти связи, они мне становятся неинтересными, мне становятся вот эти все сауны, бильярды, теннис, бассейны, куда мы ходим, там пивные иногда. Они мне перестают быть интересными. Следовательно, мне говорят, ты что, ты наш был? И как-то они потихонечку на меня отходят. С обидами, с упреками. Я начинаю понимать, что это те связи, а через них бесы меня начинают попытку. И вот тут остаться одному, без друзей, без женщин иногда и так далее, это трудно, но для тебя что важно? Если духовная цель, значит, ты пойдешь. А если все это тебя как балласт держит, тогда ты не пойдешь. Тоже Иисус уже сказал, враги человека домашнего. Труднее всего дома. Потому что, если не разделять твои позиции, будет попытка тебя остановить. Могут и скандалы устраивать. Может, даже придется из дома уйти. Вот, ну, своего надо добиваться. А потом, когда все, прорыв произошел через год-полтора, о, какой ты, получилось, ну, ты прям танк прорвался. Я говорю, а кто вам мешает? Пошли, я помогу, я теперь опыт имею. Не, ну, не все же такие сильные, как ты. И так немножко с издевочкой. Потому что человек не представляет, куда он попал, что он потерял, и что он может приобрести в результате. Потому что у него нет мотивации, не возникает. Вот. И только живая душа может откликнуться и пойти. Вот. Иисус назвал остальной мир мертвые в духе. Будут судиться. Потому что они перестали быть людьми. Вернее, они даже еще и не были. Человек, который живет без любви и без Бога, он фактически попусту истратил жизнь. Это я по себе знаю. Не берите это в ваш адрес как обиду, потому что я должен говорить правду, какая бы она ни была иногда горькой. А вот всякие устраивать опусы, как бы эти экстрасенсорные вот эти как бы людей, это привлекает. Время сейчас такое очень серьезное. И каждый должен немножко себя встряхнуть и спросить все-таки с Богом я или с чертом. Давайте, выбирайте. Пришло время. что еще можно сказать? Мы сколько уже? Два часа договорим? Час тридцать девять. Ну, давайте в два часа попробуем упаковаться. Может быть, мы здесь очень много, я могу еще несколько часов спокойно рассказывать. есть очень много разнообразий. Все происхождение земли, почему были такие эти, жили там, помните, Мафусаил, по-моему, 600, вообще нет, 800 чем-то лет жил. Ной жил 600 лет. И говорят, они были святые, поэтому они и жили очень долго. Вот такое мнение у людей. Говорит, нет, земля, вот, или солнце, и вокруг когда-то сформирована была земля. Я уже не буду из-за времени рассказывать происхождение. Она была на определенном удалении от солнца. Были константы одни, тяготения, центробежные, центростремительные, уравнены были на одной орбите. Происходили миллионы лет какие-то, или десятки миллионов лет. Земля получала новую константу. Потом еще, и еще, на каком-то витке, вернее, вот этого времени возникла жизнь. Потом возникла жизнь. уже человеческая. Почему это происходило? Менялась гравитация, потому что у солнца сила росла. А удаление вот это вызывало, что изменение гравитации. А гравитация влияет на понятие время. Хотя время, люди не совсем правильно понимают, время стоит. Оно не движется. То, что отсчитывает наши часы, это всего лишь прибор, который измеряет период нашей жизни. Так же, как оборот вокруг солнца, это тоже совершенно искусственный метод измерения периода нашей жизни. И все. Время, оно стоит. А мы движемся во времени и насыщаем его жизненными эпизодами. И чем больше мы полезными эпизодами насыщаем, правильными и добрыми, тем жизнь наша начинает поднимать нас вверх или вниз, или ни туда, ни сюда. ой, если бы ты был горячий или холодный, но ты же теплый. И в конечном итоге я тоже тебя вниз отведу, ибо ты такой не нужен, слабый. Вот поэтому скорость жизни для нас очень важное понятие. С какой скоростью мы развиваемся или с какой скоростью мы деградируем. Поэтому оборот вокруг солнца, вы знаете, формула длина окружности Твапьер, по-моему, да? Вот если у нас рядом с солнцем были когда-то, нас тогда и не было, ну, допустим, какой-то тогда, когда люди заселились, этот период был такой, вернее, радиус был такой, когда жил Мафусаил такой, когда жил Ной вот такой, а когда появились мы вот такой, здесь просто места не хватило, иначе мы надо было долго рисовать. Скажем так, когда жил Ной, пусть так, Земля вращалась, радиус был вот такой, значит, два Пьер, длина окружности была другая, правильно? А когда мы сейчас живем, когда радиус чуть ли не в 10 раз увеличился, и длина окружности в 10 раз увеличилась, соответственно, 60-600 лет того времени, ибо тогда предки тоже брали обороты в солнце за год, сейчас совершенно мы меряем жизнь свою, помните, как мультфильм, попугаями, удавами или слонами, здесь то же самое произошло, не жили они биологически столько, 600 лет или 900, примерно то же самое, но измеряли жизнь от того, сколько раз был круиз вокруг солнца бесплатный, крутимся, 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 как видите, все можно объяснить, если выйти на определенный уровень знаний, потому что наши незнания, мы как аборигены перед радиоприемником, мы не знаем, как он работает, и можем ему поклоняться, а люди, которые сделали из этого себя кормушку, могут этими чудесами нас постоянно привлекать, это только у нас, и только у нас такие люди были святые, и эти, и эти, приходите к нам, и чем больше людей в конфессии, тем более святая жизнь у их вождей, и получается, человек приходит в конце концов не к Богу, а в конфессию, это разные вещи, даже первая заповедь нарушается, я Господь Бог твой, и нет у тебя иных богов, не сотвори себе кумира, если уж я пришел в храм, научите меня жить правильно, научите меня жить по заповедям, я хочу этого, и мне сказали, ишь ты куда хватил, гордыня в тебе великая, бесы тебя одолели, даже апостолы не могли выполнять заповеди, очень странно, от священника христианской религии слышать, что заповеди неуполнимы, следовательно, наш глава церкви, Иисус Христос, сказал, то, что сказал Иисус, для нас невыполнимы, а зачем тогда он пришел и жизнь свою отдал за это, очень странно, потому что, если они, естественно, сами не могут выполнять, и расписали свои неспособности, как они могут учить человека, если они этого не умеют, надо сначала войти в эту реку, и очень хорошо в ней поплавать, набить себе шишки, испытать не все беды, и избавить настоящую религию от тех плевел, от тех сорняков, которые погребли ее, и лишили нас защиты и оружия против тьмы. Вот что произошло. И еще раз говорю, я никого не обвиняю, я не Бог, Бог там, Он будет судить всех, тех, кто виноват. А наша задача выбираться, как говорится, отсюда, опираясь на что? Вверх, на свое желание, на свою волю, на эти пункты, которые, начиная все с веры. И тогда, если человек имеет настоящее крещение, у него есть все, все слагаемые, для того, чтобы отправиться по этому маршруту. Пожалуйста. Воля только, только ваша воля, ваш выбор. И моя задача просто рассказать бегло и как бы предложить ваша судьба в ваших руках. Недаром на русском языке слово судьба от слова суд. У нас жизнь судит. После того, как мы стали слушать Бога, из-за того, что большой мозг подавил вот эту маленькую радиостанцию, потому что передний мозг развивался как эволюционная по революционному закону. Чем больше востребована в тебе какая-то функция, тем более она начинает превалировать над остальными. Если человек хочет быть интеллектуалом, а у нас дифирамбы поют интеллекту, но о духе так, как хобби. Могу заниматься, могу нет. А вот интеллект, ты знаешь восемь языков, ты дважды кандидат, ты трижды академик, многочлен всех академий. Ой, какая величина, а в духе ничтожество как человек. И вот у нас перекос, большой перекос в сторону действительно чего-то великого и красивого. Потому что по-настоящему какая-нибудь бабушка, которая копается в огороде, которая искренне верит в Бога и почти не грешит, она намного выше, чем весь академический мир. Вот это говорит нам как Иисус, так и можно сказать и второй, кто пришел. У меня ощущение, что второй здесь и скоро он объявится, второе пришествие, как Иисус говорил, я от вас и ухожу и в миру не явлюсь, но умолються от другого утешителя дать. Духа истины с большой буквы. Вот, и Бог всегда с нами, потому что наш родитель, Господь Бог, и Он всегда о нас как бы к видению нас зовет, и несмотря на то, что после убийства Христа Бог признал, что с человечеством беседовать бессмысленно, посылать пророков фактически, даже самого себя Он прислал, убили, Он говорит, ну что ж, тогда над вами будет суд. С этого момента стало готовиться все творение и материя, материальный наш мир готовится к окончанию варианта жизни. Называется это не конец света, конец веков. Свет никогда не прекратится. А конец веков это конец эпохи зла и тьмы, она будет уничтожена. И уничтожены будут люди, которые с этой тьмой не хотят расставаться. Они будут продолжать пачкать мир. Естественно, если генеральная уборка в квартире идет, вы в свою избу или дом, квартиру вы грязного человека не пустите, который завшивил, который с грязными ногами скажет, он за 5 метров отойди отсюда и близко не подходи. Я не хочу, чтобы в моем доме была грязь. Бог хозяин этого мира. Мы и на его территории живем. И мы существа ведомые, сотворенные, и мы ни одного камешка, ни одной пылинки не можем сотворить. Мы живем за счет этого. Бог дал нам жизнь, и у нас почти никогда не бывает искренней благодарности. Просто так Богу. Только когда очень с большой опасностью избавляется, или от какой-то беды уходим, или ребенок выздоровел. Господи, спасибо, и побежал дальше человек по своим делам. Наспех. Выдохнул, спасибо, и побежал. А на самом деле мы живем у нас даже в молитве Отче наш ведь тоже заложено, ведь далеко не каждый имеет право даже говорить об этом. Смотрите, Отче наш сущий на небесах. Уж по крайней мере, вы верьте, если говорите, что вы верите в Бога. Тогда вы не кощунствуйте, если вы говорите Бог сущий на небесах, а сами не имеете веры. Это и называется лицемерие. А дальше «Досветится имя Твое, да будет воля Твоя, да наступит царствие Твое как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный, дай на сей день». Что я просил всегда в этих молитвах? Не денег я просил, а просил мои грехи высветить своим светом, что во мне плохого, то, что я пока не вижу. И мне намеки по жизни шли через разных людей, через какие-то обстоятельства. И я говорил спасибо и начал их перемалывать, убирать. Это были подсказки. Когда я с этим справляюсь, вместо плохого я стоял делать хорошее, хорошее дает мне сторицы, хорошую судьбу. Зачем выпрашивать у Бога «Дай мне, дай». Все, мы попрошайки, что ли. Достоинство надо какое-то иметь. Ты заслужи это хорошее, чем исправление. В этом есть простая элементарная логика. Вот вам молитва что говорит. «Дай хлеб насущный». А дальше что? «Прости мне долги мои, как и я прощаю должникам своим». Ведь это то же самое прощение грехов. Если вы научитесь от души прощать, понимая логику, суть прощения. Зачем? Это искупление же, когда вам какая-то беда приходит. Когда вы это признаете, вот это покаяние христианское, и признание права закона на наказание, во что вас наказывают, ваши же грехи, тогда приходит истинное смирение. И когда в мозг стучится, бесы говорят, «Тебе же вон что сделали, отомсти!» Я говорю, «Нет, если мне сделали, я мстить не буду, потому что я это заслужил. А это всего лишь инструмент в руках Господа. Он пришел и сделал мне пакость. Потому что я тоже когда-то сделал такое маленькое, а теперь с торицей пришел ответ. Такой педагогический прием у Господа Бога. Ничего не сделаешь. Признаешь ты это или нет, но это так. Вот. И поэтому в молитве это все есть. И люди молятся, «Прости нам, как и мы прощаем должникам своим». Господь на нас смотрит и говорит, «Вот как вы прощаете, так и я вас прощаю». То есть нас не прощают. Искреннее прощение это бывает очень редко. Человек интеллигентный, культурный, он понимает, что вот дуться там нехорошо, не хочется терять, может подругу или какую-нибудь там в коллективе позицию, там не хочется ссорить. Да, как бы постараешься это замять, подавить все. А когда ты давишь, это как слой оседает на твоем сердце, на твоем щитовидке и так далее. Обидчивые люди часто бьют сюда их. И что получается? Мы накапливаем этот хлам, и он у нас в конце концов приводит к болезни. По клеткам я вырисовал, что происходит. Потому что мы не можем устоять против очень быстрых волн, наша материя трещит по шлам. И вот в прощении как раз в искреннем от души прощается искренне только тогда, когда ты логику понимаешь, зачем и что по этому происходит. Потому что просто терпеть и сказать, Господь вот меня наказал, и все, ничего не наступает, прощение. Только когда так мозгу объяснишь, что ты становишься сознательным, твой мозг начинает понимать, а следователь увидит, что в процессе искупления Бог нам дал возможность избавиться от кармы, от прошлой. И в этом есть любовь Бога к нам. Не то, что мы натворили, все вам конец. Нет, Он говорит, я вам дал мостик. Убирайте свои грехи через это. И я это проверил, это действует. Поэтому моя вера превратилась в убежденность. Я говорю, я знаю, что Бог есть, и право сказать это. И никто меня теперь не столкнет с этой позицией. Проверено. И дальше фразы, которые, к сожалению, исковерканы, либо переводами неправильными, скорее всего, «отведи от искушения, избавь от лукавого». А в Библии написано «не введи вы искушение, избавь от лукавого». И где-то буквально несколько страниц в другом месте, в том же Новом Забете, написано «Бог никого не вводит в искушение и не искушается злом сам». Я эти цитаты все хорошо помню. Вот не будет же копаться гараж в Библии. Можете просто проверять их, и все. Это о чем говорит? Что где правда, а где неправда? Действительно, искушает всегда дьявол, без «а Бог никого никогда не искушает». Поэтому и сказано, это неверный перевод, «не введи вы искушение». Нет. Отведи это искушение. Почему? Я понял это слово, потому что я просил Господи, я не могу устоять против вот этого штурма бесовщины. Я еще христианин слабый, я только с ног, с колен поднимаюсь, мне вот отроду три-четыре месяца моего путешествия в сторону души. Ну дай мне помощь, вот это по-настоящему от души прошу. Отведи это искушение, избавь от лукавого. Хоть на какое-то время, чтобы отдохнул, что он немножко окреп, и тогда помощь идет. Ведь в каждой фразе есть колоссальнейший смысл, ведь недаром Иисус дал такую маленькую, простую молитву, в которой очень много есть, как сокращенное Евангелие. Да, Евангелие переводится тоже «Ева» – жизнь, «ангел» – вестник, вместе, «весть от жизни», то есть от Бога, ибо Бог есть в жизни. Везде, в каждом термине есть простое, совершенно объяснение, что люди на апостола, и сказали апостолам, все, перед ним чуть не на колени надо падать. В слове апостола ничего святого нет. Апостол переводится с греческого как «посланный на проповедь», все. И у сатана есть свои апостолы, вон они что творят, которые несут вот эти все дела, эзотерические моменты, то есть меня атакуют школы день и ночь, эзотерические, когда я начал, особенно когда читал лекции в России. Почему? А потому что я говорю, что это очень опасно. Каким образом происходит зомбирование человека все этими лжеучениями? Люди думают, что это так просто, можно пошел кому-то, заказал, чтобы тебе погадали какой-то экстрасенс или что-то. Что происходит? По закону выбора человек, который говорит гадалке, вот ты погадай, что у меня там будет, суженый, ряженый какой, или может вот ребенка там как сделать. Вы просите, значит, вы открылись. А что делает человек, если у него есть паранормальные способности, который вошел в потусторонний мир не ключом этой заповеди, а отмычкой вот этими всякими опытами? Тогда он не может выйти туда, потому что выйти туда, Иисус говорил, только через меня вы попадете туда, к Отцу Небесному. Остальное все это лжеучителя. Только через меня. Почему так строго? Только. Потому что единственная сила, которая способна противостоять тьме, я уже говорил об этом, и вывести человека в чистую воду, как говорится, это только воля Божья, которая приходила в лице Христа и которая пришла сейчас в лице Эммануила. Так вот, открываясь, если человек черпает отсюда, здесь много чего есть такого интересного. Вот, отсюда могут узнать о твоем прошлом и будущем даже кое-что, потому что бесы снабжают информацией, чтобы человек этот получил информацию, поверил. А вера получается не сюда, а вот сюда. И тогда толпа бесов приходит и начинает вот эти матрицы творить. Вот что происходит. Теперь давайте более серьезный момент рассмотрим. Пришел человек, скажем, к священнику. Вот стоит товарищ с крестом. Очень красиво говорит. И даже, скорее всего, очень хороший человек. И мы чувствуем, он хороший. Но если в нем есть неправда, что Иисус кровью свою искупил, там есть и другие, что вот в Марии Богоматерь, что Иисус в теле воскрес, хотя этого не было. Вот он показался, он настолько, кому он показался, ученикам и так далее. когда он с ними работал, он говорил, даром получили, даром отдавайте. Он наделил их способностями, вот этим, как у нас называют, паранормальным. Идите и сгоняйте бесов. То есть лечите людей. Потому что надо было христианство отправить, и как бы все разошлось по народам всем, он отправил их в путешествие. Но как людей убеждать? Только вот этими способностями вылечил это, это, видишь, верь мне. Вот какая у них работа была. А даром получили, даром отдавайте. То есть они это не заработали своим духовным трудом. Слишком короткое время было от начала работы Христа до его смерти. И он чувствовал, что его вот-вот убьют, он шел к смерти. Тогда он должен оставить по себе себя след. Вот почему он их наделил этими способностями. Но в современное время, как 2000 лет назад при нем было, так и сейчас, священник, скажем, прочтет вам несколько цитат и прочее правильных, хороших слов. Тем самым человек ему верит, потому что авторитет у церкви велик, да, красиво в храме, да. куда человек приведет вот этот человек этого. Ведь когда он говорит, в мозг заполняется, как вот файлы, все заполнены правильными текстами или почти правильными, потому что то, что я назвал вот эти вещи, это неправда. И вместе с огромным красивым количеством текстов, правильных, красивых, входит сюда вот эта неправда, что Иисус кроме тебя искупил, если ты в него веришь. Да, говорят, ты должен выполнять заповеди. А как выполнять? Пастись, откажись от этого, от этого должен соблюдать посты, должен соблюдать все праздники, все-все-все-все. Это Богу нужно? Богу нужно, чтобы мы от грехов отказались. И вот эти отголоски, что когда человек мало ест, конечно, он становится более эфирен, особенно голодовки, начинает легче выходить туда. Но дело в том, что тебе бесы не дадут тогда, потому что убрать надо и тщеславие, то это более главный враг, чем наш желудок. Далеко не все толстые, далеко не все обжоры. Ну, ведь люди-то не от этого страдают. Есть и очень полные люди, которые обгоняют худеньких и идут туда. Нет проблем. Главное, что ты должен душу свою вытащить. И вот что происходит. Когда этот человек наслушался, поверил, и батюшку говорит, никого не слушай. С одной стороны, он прав, потому что очень много лжи, тысячи тысяч людей идет. Всевозможные экстрасенсы, всевозможные опыты ставят. Человек это удивляет, ему это нравится. Это одинаково, что открыться по просьбе, что и мне понравилось, я открылся. Порнографической литературе или этим, или каким-то дрязгом и музыкой, которая не с бесовщиной. Мы открываемся, 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 и получаем, получаем, получаем. Нас вот эти матрицы загружают, то, что называется, наши предки бесами. Человек начинает болеть, у него с мозгами что-то происходит, он неадекватен становится. От чего? Да от всего, от суммы всего этого нашествия. Мы живем очень, время такое опасное сейчас, и мы должны это знать, предупредить своих детей, объяснить это, как только он вырастает за пределы возраста, полового созревания, у него открываются врата, и он начинает лично отвечать своей судьбой за свое поведение. А до этого мы должны по возможности охранять его от всего этого. Только не так это, как нельзя, нельзя, нельзя. Мы должны медленно, спокойно находить слова и рассказывать им потихонечку на уровне чуть ли не игры, потому что ребенок по-другому не воспринимает. Он еще не настолько сознателен, он еще не знает, что его в жизни ждет. А вот когда пообжигаешься, когда понатыкаешься на вот эти все вещи, тогда у тебя мотивация появляется избавиться от всего этого. А у него пока этого нет. Это детская психология. Так вот, и вдруг приходит настоящее отсюда. Напоминаю вам даже апостольскую фразу. Тот же самый Павел в послании к Орифианам говорил, «Наше знание несовершенно, придет совершенно, и наше исчезнет. Мы проповедуем отчасти, придет целое, и дано будет вам». Очень много сказано такого, на что вообще не обращают внимания, закрыли и не пускают нас. Ведь даже на русский язык, если вы говорите о России, и Библия переведена, по-моему, при Екатерине Второй. А до этого, вот это чванство, что вам нельзя этого знать, вы такие, вот и мы посвященные и прочее. И поэтому говорили все, что угодно, могли даже бу-бу-бу-бу-бу-бу говорить, и в конечном итоге, вместо настоящих тех, зачем говорит тот человек о своей пасте, что непонятно. И только последние 200-300 лет только немножко эти тексты-то пошли. И то в Библии очень много всего искаженного, если уж на то дело пошло. Даже в Нагорной проповеди «Блаженны нищие духом, ибо истер Царство Небесное». А по-настоящему как звучит? «Блаженны просящие духом, истер Царство Небесное». С Богом рассудком бесполезно разговаривать. Это радиостанция для этого мира. А дальше идет астральная радиостанция, эфирная, сущностная, духовная. И только Духом нас Господь может услышать. Потому что мы на линии Бог и Дух, Святой Дух и Дух Человеческий всегда на связи. Но мы бесами отгородились от этого. Поэтому Иисус и говорил «Блаженны просящие духом». А кто-то перевел «просящие» — попрошайки. Неверный немножко перевод, чуть-чуть искажения. А третий — попрошайки. Ну, это же нищие. Сколько раз переводили все эти тексты. И утерян ключ. Почему это нищие? Если дальше в Библии сказали «На Царство Небесное силой берется». И совершающие усилия небо приветствуют, я уже дословно цитату, восхищают небо. Давайте. Слабый духом что может сделать? Слабой волей. Вот это все искажение нам говорят, заламинировали, говорят, истину не трогай. Одну букву исправишь, все, не войдешь в книгу бытия. Это Лев Толстой исследовал и сказал, что Евангелие появились в IV веке, уже по-настоящему оформили, как тексты и строгать нельзя. Вот. А до этого, говорит, их сколько перетасовывали. Попытка не разобраться, где правда и где ложь, а попытка Новый Завет согласовать с Ветхим Заветом, что по минимуму расхождения были. Вот что делались. Это заметил Лев Толстой и многие другие исследователи. Следователи не из-за истины шли, а зато как бы стянуть одну ложь, наложить на другую, а чтобы оправдать, надо положить третью ложь, а потом четвертую, потому что современники говорят, не вяжутся. А тогда, знаете, говорил вот тот блаженный Августин, что вот так, и вот так, и вот так, и вот так. И поэтому человек в конце концов устает, потому что у него и так добывать хлеб на сушь несложно. И чтобы разобраться во всей этой свистопляске, нужно очень много времени потратить. Поэтому вот я вот на это решился. Вместе с опытом, да еще плюс, надо было очень много читать, встречаться с людьми, получать информацию, иметь сканер, освобожденный от грехов, чтобы чувствовать, где ложь, а где правда. Потому что, когда читаешь Библию, если ты читаешь, и не предвзято, с чистой душой, а через душу свет идет, тебя уже в Библии совершенно четко видишь, вот это правда, мне она приятна, и это не очень хорошо. Это слово Божие. А когда человеческое толкование, которое скажет, мне оно противно. Следовательно, у меня появился сепаратор. Вот что такое выполнение заповеди. Обмануть невозможно. И не только в створе религии, и в политике, и в отношении с людьми, в отношении мужчины с женщиной, женщины с мужчиной. Если девушка обладает такими способностями, мы же серьезно, она просто близко мужчину не подпустит, который ей жизнь испортит. Потому что душа чувствует, она по всем временам. Она говорит, душа чувствует, будет плохо там, может не в первый год, а вот второй, третий, будет плохо, тебе предадут, а у тебя будет ребенок, и так далее. Душа, она живет уже там, и она тебе сигналит, не делай этого. Видите, что такое освобождение от рабства, грехов? Знание этих миров, здоровье, защищенность, неспособность какой-то беды или сумме каких-то проблем тебя одолеть. Очень много человеку дается. Отношения между мужчиной и женщиной. Да, вот тут закончим. Приходит, когда слово настоящее, а человек говорит, я его слышал. Вот эта матрица ему не дает понять, что качество вот этого слова и вот этого слова имеет огромную разницу. В чем? Если священник не выполняет заповеди, он так и не вышел в сторону Бога. Почему? А ему грехи мешают. Значит, его верхние этажи у священника не работают. А истину-то надо нести здесь не только слова, но качество слов, вот эти обертона. Когда ты выполняешь заповеди, тогда приходит свет и твое слово звуковое наполняет силой. Ты говоришь и ты это делаешь. Значит, твоя сила, сила своего от этого зависит. Мало того, что ты имеешь эти человеческие способности чистые, тебе еще Бог поддерживает всеми своими возможностями. Вот что такое сила слова. Поэтому написано в Библии в этом послании Иоанна, Первое соборное послание апостола Иоанна. Кто говорит, что познал его, но заповеди не соблюдает, тот лжец и нет немысленно. Это Библия. Это авторитет. И почему тогда нам говорят люди и зовут нас за собой те, которые заповеди не выполняют? Вы видели инструктора, скажем, в авиаспорте или даже инструктора по вождению автомобиля, который вас сажает в автомобиль, сейчас поедем на учебную, кататься по городу. И говорит, единственное, есть проблемка. Я 20 лет уже профессионально изучаю правила движения, изучаю механизмы, как это все действует, но только я никогда под капот не заглядывал и никогда в город не выезжал. Я не ездил. Это инструктор. Зовет тебя и учит, а чему он может научить? Я с таким инструктором не сяду. Я говорю, простите, я как-то не очень хочу ехать, человек, который никогда за руль не садился. Поэтому сначала, если ты зовешь выполнять заповеди, будь добр, гражданин священник, научись сам этому. Знай, как вытаскивается бревно, тогда ты поможешь. Я не говорю, что все священники одинаковые. Есть прекрасные люди, есть близки к этому, но их, к сожалению, очень мало, а народу очень много, которые стучатся. Стучите, а творится вам. Просите, и дано будет. А кто будет давать нам? Так вот, приходит слово, а его не слышат, потому что качество не может отличить, ибо человек рассудком эти обертона сравнивая не может отличить, где правда. Он говорит, да мне уже это говорили, я на проповеди хожу одно и то же, и мне тоже это говорили, те, которые живут только рассудкой, слушают меня только рассудком. Они говорят, ну это лишняя проповедь, конечно, надо выполнять заповеди, надо, надо, ну до свидания. И ушли. Что я могу сделать? Я свою работу выполнил, остальное, говорю, за вами, пожалуйста, выбор-то за вами, потому что ваша судьба в ваших руках. Так, может быть, какие-то вопросы есть конкретные, потому что я так немножко в эту сторону ушел, заявлено было и вот счастливый брак, вот давайте немножко об этом еще, тоже очень важно. вот смотрите, это мужчина, условно говоря, шарик такой, это женщина, на земле проживаем, ну давайте ручки-ножки приделаем и голову заодно. Что мешает нам жить в настоящей любви, уважать и беречь своих близких? Почему Иисус сказал враги человека домашнего? Он натерпелся, видим, очень сильно, потому что в его семье, кроме Иакова же за ним никто не пошел, святой Сантьяго, вот, Иаков. А остальные, у Марии было семь детей, у Девы. Интересно, да? Каким образом, только не знаю, почему в этой книге развенчатся этот миф, говорит, Мария была способна на высочайшую любовь, ее выбрали до этого, ее готовили, миссия была, поэтому и Иосиф был прекрасный человек, мужчина, молодой, соответствующий по возрасту примерно ей. А потом, когда пошла эта возня по поводу, как же так, раз сказали, что она Дева, понесла Святого Духа, каким образом, значит, не может Богоматерь вступать в отношения в греховные, если есть любовь, никакого греха нет, абсолютно. И тем, тема тогда не может коснуться, тем более Дух Святой действительно опекал эту пару, Иосифа и Марии, Потому что тогда можно любое зачатие признать порочным. Я даже в телевидении меня рассмешил, когда один игумен в прямом эфире, была такая передача, времечко еще, по-моему, в советское, или сразу после советского пространства, значит, эфир, говорит один игумен в прямом эфире, «Батюшка, вот скажите, наши вот эти отношения интимные действительно греховны?» Он говорит, «Да, да, очень греховны». «Ну, вы же где-то ближе к Богу, научите нас непорочно размажаться». Ну, такие ребята. И он не ожидал такого вопроса, и так покрутился, и так. «Батюшка, мы в прямом эфире, время очень дорого». Он, «Ну, может, почковаться как-то». «О, это скучно, это не, не, не». Такой разговор пошел. Главное, говорит, вы на это не ответили, значит, вы не знаете. Ну, тогда скажите, вот вы говорите, что крещение снимает все грехи. Да. И любой человек может прийти и все, и снимет с него. Да, конечно, мы все перед Господом равны. А вот если Адольф Гитлер придет, вы его как-то крестите, все грехи испишите, он опять очумел. Потому что одно дело бабушек каких-то вот с ними и контакты. А когда человек такой свободный от этих домов ставит вопросы в остом, ребром, как говорится, они ничего сказать не могут, потому что знаний настоящих нет. Опыта настоящего может и есть у единиц, исчезающих малых единиц. Вот и все. Потому что сама духовная тема у нас давно провалена. И сколько к нам не ходили пророки, их все убивали и прогоняли. Я уже об этом говорил. Так вот о мужчине и женщине. Представляете, что идет свет, и мы этим светом рождены. Вот душа женщины, вот душа мужчины. Что происходит? Встретились два человека, и вроде бы даже полюбили. Есть чувства, есть влечение серьезное. В конце концов оформлен брак, они живут вместе. Но через какое-то время отношения стали тускнеть. Почему? И у мужчины есть грехи. Мы же не святые. И у женщины есть грехи. И эти бесы, они терпеть не могут понятие «любовь». Недаром Люцифер называется антихрист. Антилюбовь. Иисус говорил, любовь был и подставь любви. Так вот, получается, чтобы выйти на настоящий уровень отношений, мужчина должен, избавляясь от грехов, ближе и ближе подходить к понятию настоящей любви. То же самое должна и женщина, и в наших кругах, те, которые уже давно в опыте живут, получается, что женщина, если это делает, и мужчина делает примерно с одинаковой скоростью, у них отношения крепнут, улучшаются, и они просто обалдевают. Оказывается, мы еще и не любили друг друга, просто такие отношения. Настолько они богатые, настолько они в радости. Даже когда очень трудно и все, да подумаешь важность. Браки-то на небесах совершаются. При всех тяготах, мы, говорит, настолько ценим вот этот свет, который между нами. Мы перенесем все. Ничего страшного. Вот это и есть борьба за жизнь, особенно в этом темном мире сейчас. Так вот, всего лишь на все. Но если один уходит быстрее, а другой медленнее, постепенно начинает разрыв наступать. Вы же знаете, даже интеллектуальный разрыв чреват. Ну, становится скучно с этим человеком. Но если интеллект, меняясь, человек может, скажем, ну, скажем, были студенты, поженились, радость и так далее, и так далее. Но женщина взяла на себя тяготы, кастрюли, ребенок и так далее, и говорит мужчине, слушай, давай, защищай диссертацию, у нас деньги будут, у нас жизнь, карьеру надо делать. Не обязательно это так, может и наоборот, но я примерно говорю. Женщина остается на определенном уровне, а мужчина становится в интеллекте сильнее. И в конце концов, через 2-3 года у него заводится служебный роман, потому что у него коллега, ему интересен. У них начинается сначала вроде интересно-интересно, а потом они пошли куда-то кофе попить. Ну, и сами знаете, чем это может закончиться после кофе. А в духе это происходит намного быстрее. Если интеллекту нужны годы, в духе можно через 2 недели настолько тяжело становится человеком. Потому что духовное развитие идет с сумасшедшей скоростью. Внешне это не очень видно, это видно только по глазам. Просто в человеке что-то меняется, в нем что-то такое, богатство нарастает. Если мужчина отстал, он чувствует в женщине этот свет. А бесы ему говорят, видишь какая, и начинают ее по любому поводу доставать. Бывает, что женщина мужчину достает, и говорю, мы равны в этом. Бывает такой и такой вариант. И тогда становится тягостно. Один уходит быстро туда, а второй либо топчется на месте, либо очень медленно идет. Почему? Не хватает веры. Не хватает оформления вот этого. Нет цели. Нет воли. Нет терпения. Нет смирения. А смирения нет, значит, рюкзак с кармой. Как был, так и остается. И только смирение его списать можно. Чем больше ты принимаешь нормально логику воздаяния, тем быстрее у тебя списываются долги, тем быстрее у тебя здоровье приходит. Я же в свое время, когда лечил людей, я понял, что людей надо не лечить, их надо перевоспитывать. И тогда он сам выздоравливает. Это намного лучше. Но надо было научиться сначала вот эти знания приобрести и подавать их тогда, когда появится опыт, и ты будешь уверен в каждом элементе. Тогда я знаю, что я не лжец. Сейчас я могу рассказывать только о том, что знаю. Это до слова силой обладает. Вот это вот и есть провал. У нас на земле счастливых пар, может, где-то есть, но я их очень редко вижу. Очень редко. И виноваты оба, как мужчина, так и женщина. Хотя обвиняют больше женщину, что сначала я бы яблочек дала. Но дело в том, что... А мужчина зачем его укусил? А? То есть, если женщина начал его соблазнять не совсем правильно, но мужчина-то поддался. Вот если он сказал, слушай, давай мы вот не так сделаем, мы будем любить так, как нам Господь заповедовал. Но мужчина не устоял. Единственное... Скажем, у мужчины есть одно оправдание. Вот то, что я рисовал, эти слои. Первосотворенные, а вот духовный слой. Это тоже духи. А дальше божественный мир. У мужчины нет выхода за пределы своего духовного мира. А у женщины есть маленький туда выход. Вот эта женская изюминка, она очень привлекает мужчин. И я многие вещи очень внимательно вот рассматривал в жизни. И видел, вот идет человек. Я иду сзади, вот метров там 15-20. Мне просто из опыта. Я не могу определить его пол. Не могу. И действительно я могу догнать его, обогнать, посмотреть существо непонятное. Таких сейчас, к сожалению, много. Не только одежда есть унисекс, а как раз и человек унисекс есть. Вот, ну, еще о другом, что если идет женщина нормальная, ну, говорят, что настоящую женщину узнаешь по походке. Вот не только походка такая, которая, ну, может быть, красивая. Есть в излучении женщины то, если она не растеряла, это будут жертвы моды или каких-то увлечений грубых, когда женщина теряет женственность и превращается постепенно в мужеподобное существо. Она, конечно, интеллектуально может очень многого добиться. И политика, и экономика, и там, и министры, и все. Но как женщина она никто вообще. То есть там какие-то альфонсы начинают вокруг крутиться, которым вот нужно как-то свою жизнь устроить за счет вот такой женщины. А как женщина она мужчину не привлекает уже. Я имею в виду нормального мужчину. В этом и есть потеря женщины, в этом есть несколько глав. Роль женщины в творении. Слабый пол. Говорит, какой же это слабый пол, когда в духе женщины намного сильнее мужчины. У нее есть выход за пределы этого мира, откуда колоссальнейшая сила сюда идет. Но на земле мужчина развернут больше в материю, а женщина больше в духовность. Поэтому женщина как комиссар в отряде. Она за нравственностью следит, и все нормальное. Не дает мужчине уходить во все тяжкие. Говорит, куда что лезешь? Тут карьера. Говорит, я ничего, я лучше похожу в старом пальто, но не хочу, чтобы ты потерял достоинство ради вот этого. Это нормальная женщина. Они нормально скажут, ты что сидишь? Давно уже люди подались у всех. И на марке, как у нас говорят, а ты ездишь на «Жигулях». Ты что? Я тебе, кто я тебе? И вот начинает давить, тыркать. А нормальная женщина говорит, лучше мы будем жить скромно, но у нас останется любовь. Это намного важнее. Вот эти теплые отношения, уважение друг к другу. И если мужчина нормальный, он будет очень уважать эту женщину, любить. И будет понимать, что дома не дергает по каждому поводу, по каждому пустяку. Это я, конечно, в идеале рисую, потому что таких пар, к сожалению, мало. Очень много есть моментов. Это дети. А дети приносят из детского сада, из школы. И с улицы, если они повзрослее, они приходят, приносят такую бесовщину, потому что в окружении, к сожалению, очень порочено сейчас. И вот это всё больше в этот молох захватывает, как какой-то вихрь, как какой-то этот, как это называется, ураган или водоворот, который захватывает наших детей, который более-менее нормальный. И вот устоять – это только сила родителей, их духовные знания. Не просто нельзя того делать, не делай так, не делай так, будь честным и так далее. Родитель, когда он поступает очень правильно от души и верует в Бога, только верует не так вот, забубённо, идёт, и весь он какой-то несчастный, он там около иконки целует, и вот это всё превратило в нечто такое. Это всё ерунда, это показуха. Настоящая вера, она не требует вот этого всего. И не требует каких-то диких голодовок, какого-то поклонения, потому что человек должен свою достоинство защищать, уметь это делать. И мне не мешает это быть весёлым, не мешает быть в компании, посидеть и так далее. Это настолько живая жизнь, на кой интересно жить. Но только это надо получить всё. Чем? Своим трудом. И тогда пара сложится, если мужчина и женщина таковы, и тогда вокруг вас хоть и будет вот эта попытка разрушить, но некоторые посмотрят и скажут, слушай, я тоже так жить хочу. Не просто вот быть таким, но ещё и пару такую иметь. Что-то вы хотели спросить? Да? Слушаю. Но это совсем про другое. Про другое, про мышление, пожалуйста. Да, пожалуйста, пожалуйста. У меня такой вопрос. Вы сказали, что посеешь, что и порожнёшь. А когда дети болеют? А дети-то... Я вам объясню сейчас, почему это происходит. Это нам говорят, что мы живём один раз. Вот посмотрите, прожил молодой человек, родился когда-то ребёнок, прожил какое-то время, и вот старичок какой-нибудь или старушка пришли к этому времени, скажем, лет 80-90. За это время грехи копились. Копились, вот, скажем, начиная лет с 15, человек лично отвечает. И он начинает грешить и приводит вот к такому варианту, к концу жизни. Поэтому это вызывает и болезни, и немощи всякие, и прочее, прочее. Куда это девать всё? Кто будет списывать? Если бы Господь Бог решил, что грехи мы должны искупить в единственной неповторимой жизни, тогда старичок бы отсюда так просто не ушёл. Его бы заставили искупать, и он бы уже, может, ему 150-200 лет. Он уже лежит и едва дышит. Он говорит, уйдёшь, пока не искупишь. Закон справедливости такой. Следовательно, мы приходим через какое-то время ещё в одну жизнь, и нам даётся новая попытка. Каким образом? Потому что вот этот момент очень важный, когда человеку 13-14-15 лет, как у девушки, так у парня, если они не испорчены. Идёт мощнейший поток эроса. Эрос – это не влечение. Влечение входит в состав эроса, как природа. Но эрос – это духовная любовь, приходит в тело. И вы знаете, вы, если помните этот возраст, когда мы сидим в школе, учитель что-то говорит, а ты плаваешь в какой-то то ли тоска, то ли какая-то красота. Улетаешь, и тебе никакая ни математика, ни биолога, ничего не нужно. И не хочешь с этим расставаться. Я это помню прекрасно. Это и есть эрос. И вот в этот момент, если человеку правильно объяснить, как этим пользоваться, то есть родители девочки говорят, ты что, влюбилась в кого-то? Вместо вот этого окрика или ещё чего-то сказать. Точка, что с тобой? Это, как правило, у женщины больше. И рассказайте ей, что это идёт такая красота. И ты можешь этим приобрести целый мир. Она говорит, ну как же так, а подруги, а друзья? А ты не смотри на них. Каждый человек решает сам свою судьбу. И если грамотные родители, они могут дитё своё привести вот на это. И тогда играючи карма списывается, и вот эта гора с хламом начинает таять быстро. И ребёнок придёт совершенно в иной вариант жизни. И так каждый раз к нам новое воплощение нам этот шанс даёт, как спасательный круг Господь нам это даёт. Вот в чём дело. Но, к сожалению, невежество родителей в духе и окружение порочного сводит на нет всё это. И мы каждый раз опять провалимся, а теперь опять провалимся. И вот ребёнок может здесь искупить. А он вместо того, что искупление, он молодость проиграл свою. Вот. И начинает новый хлам копить. Мало старый есть, он ещё и новый увеличил. И так несколько раз прожив, оказывается, что теперь искупить вот это достаточно сложно. Несколько попыток нам даны были. И поэтому мы должны это знать. Если бы, говорю, в рамках одного бытия укладывалось преступление-наказание, тогда бы вот этих инкарнаций не нужны были. Но нам Господь даёт дополнительный тайм ещё раз спортсмену, ещё попытку сделай, ещё, ещё. И вот когда уже последняя попытка, сейчас, говорит, ваша эта попытка, видимо, сейчас последняя. Страшный суд, говорит, хватит. Вот час х где-то впереди. Срок никто не знает. Знает только отче, как Библия говорит. Но мы к ним идём очень быстро. Если вы знаете, что происходит в космосе, вот здесь вот частично всё это есть. Это данные на 2000 год. Когда-то мы издали книгу, сборник статей. И первая часть о том, что в науке кто нам лжёт, и что от нас скрывают реальные вещи. Это факты. И то, что религия от нас скрывает, начинается с очень интересного эпиграфа, когда здесь я найду. Кто-то найдите, пожалуйста, Вера. И зачитаю. Это очень интересно. Где начинается религия? В этой книге как раз и говорится, что в ближайшем космосе появилось колоссальное количество свободного атомарного водорода. Откуда он взялся? И через каспы Земли. А каспы — это вот эти магнитные полюса. Говорит, входит этот атомарный кислород в огромном количестве на Землю. Климат летит сейчас весь. А что такое водород? Это водообразующий фактор. Шло потоп опять готовится. Хотя есть такой Иоанн Кронштадтский, который говорит, в этот раз Земля погибнет не от потопа, а от солнца. Сгорим. Ну, я не хочу в эту сторону ходить. Почему? Я этого не знаю, что будет. Предупреждения были разные. Как будет, я не знаю, с какой сценарий. Но факт тот, что мы идём к тому, что большая часть человечества, как даже Ветхий Завет говорит, что Господь Бог савов потрясёт Землю так, что она сдвинется с места своего, и на Земле останется одна десятая, а потом ещё раз вернётся, ещё раз потрясёт. Это у Исаии есть. Книга пророка Исаии. Мы давно уже предупреждаемся об этом. Иисус повторил Исаию и говорит, что сердце народа сего очерствело, и ушами слушают, но не слышат, и глазами смотрят, не видят, и не хотят обратиться, чтобы я исцелил их. Так говорит Господь через Исаию. Это ветхозаветный пророк в еврейском народе. Многие пророки были убиты камнями, ножом в спину и так далее, потому что они несли истину. И жрецы всех времён и народов очень много потеряют, если истина победит. Вся их сытая, ленивая жизнь, вот это важничать и устраивать спектакль по поводу религии. Религии у нас на Земле нет. Иначе зачем приход, скажем, второго? Одного убили, и всё-таки Бог посылает второго, зная, что на Земле правды нет. Бог очень рационален, ибо Он совершенствован. Зачем им посылать второго? Если бы какая-то конфессия была права, тогда её зарядить, поддержать и дать нам всё. А они, не обладая опытом, не обладая связью со светом, естественно, всё они могут сделать. Отдельные священники, исчезающие мало таких, которые действительно что-то понимают. Но верхушка конфессии, все давят, карьера, слава, деньги. Всё. Смотрите. На стене одного из древних монастырей «Я свет, а вы не видите меня. Я путь, а вы не следуете за мной. Я истина, а вы не верите мне. Я жизнь, а вы не ищете меня. Я учитель, а вы не слушаете меня. Я Господь, а вы не повинуетесь мне. Я ваш Бог, а вы не молитесь мне. Я ваш лучший друг, а вы не любите меня. Если вы не счастливы, то не вините меня». Видите, как? Это эпигровка. Тут две-три моих статьи, которые рассказывают о начале моих опытов. Бум лжепророков. Почему сейчас много лжецов? Ведь Иисус говорил, перед кончиной веков антихрист поднимет голову, и многие моими словами, именами они называться, не счастливы от этих же учителей. По делам их узнаете, это волки, вови, чешкуреневые камни вместо хлеба. И так далее, и так далее, и так далее. Обвинил в лицемерии действующую конфессию, за что и был убит. Мешал им сильно. Так вот, получается, что мы живем сейчас в сторону как раз приближения достаточно большой беды. И если человеческий дух немножечко возьмется за себя, шанс есть всегда. Вот я и напоминаю, одинарий в любой момент, пришедший на этот путь, будет поддержан, если он серьезный человек и серьезно это делает. А не так, шаг вперед, два шага назад, или кавалерийская атака на пять дней, а потом, о, здоровье не вернулось, ну и до свидания. И таких полно тоже. Если есть какие-то вопросы, я отвечу. Если нет, можем заканчивать. Наверное, вы устали уже. – Такой Иммануил. – Иммануил? – Ну, в Библии он упоминает… – Он упоминает в каком-то другом. – Нет, Иммануил упоминается и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Вот, что вся дева примет и понесет в своем чреве дитя Иммануила, это князь мира, там и так далее, я дословно уже не помню, что он будет питаться молоком и бедом до той поры, пока не научится отличать доброго от злого. То есть это какой-то посланец придет и будет в теле жить, и не будет известен людям, пока не научится разбираться вот в этом, не научится отделять, что есть доброго, что есть зло. Это, говорится, Иммануиле, и есть воля Божья, ведь он так и переводится. Иисус был любовь, это правая рука Господа, а воля левая. Если вы Господа отвергли и прибили гвоздями любовь на земле, тогда с вами будет разговаривать воля, насилие над тьмой и над ее носителями. Это есть суд. И вот сейчас идет. И я знаю, что на земле присутствует эта личность. И недалек тот день, когда он выйдет в открытую, и на земле начнутся очень тревожные времена, и некогда будет не нашим властям, не нашим конфессиям заниматься его истреблением, потому что им будет очень страшно. И тогда он выйдет в открытую, и говорит, пошли со мной, хотите к Богу, а если не хотите, вы останетесь в объятиях чертей своих, оставайтесь, воля ваша. Свобода выбора, как была, так и осталась. Вот и все. Скажите, пожалуйста, вот вы представите имя, фамилия, отчество, а вот кто в этой постасе, я не знаю, может быть, я что-то не знаю, другие люди знают. Кого? Вы, кто вот вы, вы просто лекция? Моя по паспорту Юрий Николаевич Луценко. Этого недостаточно. Ну, вы как лектор, я не знаю, кто вы, просто вот пришли откуда-то, где вы живете, я ничего не понимаю. Что вы делаете? Я живу в Москве, я давно уже на пенсии, но я таковым себя не чувствую совершенно. Вы как лектор, посвятитель, кто вы? А вы как меня назовете? Вот, я бы сказала, посвятитель. Вот мне даже любопытно. Вот ваша ипостась вот на данный момент? На данный момент я турист в Германии. Ну, серьезно, я не знаю, как себя назвать. Ну, вот я человек, который что-то понял, и вот этим понятным я делюсь с другими людьми. Вот я не знаю, что это такое. Это может быть полулекция, полупроповедь, передача какого-то опыта от того, что я пережил лично. и я даже не знаю, как это называется. А какой-то случай исцеления вы, видимо, лечили людей? Ну, хорошо. Вот однажды первый я разбил камень в почке у моей жены. Я еще только-только это были первые недели. Она бедная, очень больная была. И я думаю, ну, не разрывай свой талант в землю, давай потренируемся. И я, как инженер, представил, ну, вот почка, я представил, что вот камень, как я даже вижу, на ковальну камень, я носил кувалды. Потом, да что-то не получается. Тогда пресс кузнечный, знаете, да, такой мощный, как дал. Смотрю, он разваливается, камень. Жена застонала. Я начинаю это потом как в ступке тереть или как жерновами. Вот. И потихонечку, она говорит, очень грязи появились в мочеточниках, вот как-то. И камень, как песок, вышел. УЗИ подтвердило, камня нет. Жена так. Я думал, ты это, державюк, а ты, кажется, полезный член общества. Надо же. Это были одни из первых излеченных. А потом то же самое я, почему вспомнил, приходит ко мне здоровый такой детина и тоже почка. Это у меня камни в почках. Вот. А я тогда работал под эгидой Ассоциации по психологии всемирной. И возглавлял сейчас уже покойный Эдуард Константинович Наумов. Вот. И мне дали тогда, это, приняли меня в членство Академии. А почему? У них там были приборы, которые фиксируют изменения параметров человеческого я. То есть у них какие-то есть фоль, если кто слышал, есть еще что-то другие у них, какая-то аппаратура. Вот. И они меня пригласили, где-то на лекции я был, я к ним подошел, они говорят, ну, вы можете проверить свои способности, пожалуйста. Вот. Пришли меня надели на пальцы вот эти, как зажимы, провода куда-то уходят, там какой-то прибор, там какие-то осциллографы стоят, и все. Он говорит, вот мы уже работаем 12 лет в этой области, мы добились, у нас, скажем, максимальное количество 4000 единиц. Ну, мы с запасом дали. Сейчас вот наша гомеопатия, еще добиваемся где-то вот, ну, немножко более сотни, там, я уже точные цифры не помню по этому рассказу. Он говорит, немножко более сотни мы добились. То есть полезное что-то у нас меняется в лучшую сторону параметра. Вы можете что-то сделать? Я говорю, ну, только вы реципиент, больше тут никого нет. Вы, да, что вы можете мне сделать? Я говорю, ну, по крайней мере, подзаряжу вашу батарейку. Он так посмотрел. Ну, пытайтесь. Вот. Я взял ему то, что вот называется чакры. То есть каждому сплетению нервному, плексус называется в медицине, соответствует потустороннее энергетическое обеспечение, определенные лучи. Вот. Я ему эти чакры зарядил, там, такое-такое-такое достаточно быстро, буквально секунд 20-30. Вот так вздохнул. Ну, интересно, даже как-то легче стало. Вот. А я говорю, вы скажите, приборное обеспечение какое? Он так посмотрел и чувствую, я думаю, ему, думаю, радость какая-то будет. Куда-то ушла стрелка, там, оказывается, более трех тысяч задрал. То есть они 12 лет это делали, и 100 единиц чем-то добились. А я за несколько секунд дал им более трех тысяч. И у меня такое ощущение, что, наверное, ну все, я теперь лучше их соратник. И чувствую так это... Это не Наумов был, это был другой человек, потому что их там много в академии. И это был, ну, который меня принимал, собеседование, все. И мне стало почему-то очень неприятно. Он говорит, а мы с вами свяжемся, до свидания. Я вот тогда ощутил, какая зависть полыхнула. Потому что вместо того, что сказать, слушай, давай поделимся вот этим этим. А тут такой удар пошел. Не хуже, чем это кузнечный пресс. Я говорю, да уж. Тем не менее, мне выписали сертификат, что я включен в состав всемирной парапсихологии. Потом меня приняли в одну общественную академию. Там тоже кое-то что доказывал с патогенными зонами. Когда говорят, смотри, они говорят, у нас вот есть исследования, рамки вот эти, знаете, лозоходцы, если все. А говорят, вы что можете сказать по этому поводу? Я говорю, вот вы в кабинете, мы сидим, в большом таком, там человек, наверное, 15. Я говорю, вон там в углу Вити, где девушка сидит, работает на компьютере, там патогенная зона, достаточно мощная. С чего это взяли? Девушка поворачивала. У меня тут все время голова болит, прихожу на работу и так далее. Я говорю, я ее вижу, я ее могу рукой, и вы даже можете рукой потрогать. как подходит этот товарищ. Я говорю, вот руку сюда поставьте и вот подальше куда-нибудь. Да, разница есть. То есть горячо и колет, а здесь нормально. Вот вы можете, я говорю, мы все экстрасенсы, только надо научиться этим пользоваться и развивать эти способности. В этом ничего нет великого, когда преступник перестает быть преступником, что же в этом великого? При этом возникает хорошая способность, только входите ключом, а не отмычкой. Это намного дольше, но проблем и ни у вас не будет, ни с тем людям, которые вы лечите и помогаете. Потому что если вы испачкали их астральные энергии, пока не избавится человек от этих зависимостей, от этих сетей, вы не войдете к свету, не пропустят вас туда, вы отвечаете за эти души, погребенные вашими этими опытами. А если человека вылечить? Вылечить я тоже, когда начал лечить, я говорю, я как бывший главный инженер, я знаю, что такое техника безопасности. Я говорю, есть Господь, генеральный прокурор, есть больной, который ко мне пришел. Я говорю, Господи, если я отменяю наказание заслуженное, человек слаждаясь за грехи свои, получается, я мешаю правосудию ни больше, ни меньше. У меня логика хорошо подвешена. Я говорю так, а каким образом, я могу лечить или нет? Он говорит, можешь, если сможешь наставить на путь истинный, тогда ты его и вылечишь, а если нет, ты его не вылечишь. Я говорю, правильно. Поэтому мое лечение было несколько минут, сеанс, но до этого я лекцию читаю, ему такую же, как здесь, не три часа, не два часа, конечно, но как минимум полчаса-час, а тогда и полтора. Зависим, насколько труднопроницаемый передо мной этот товарищ. Они все разные, у одного мозга сильные, он просто не пропускает. Разговариваешь, как со стенкой, чувствуешь, бесполезно. А вот я это чувствую прекрасно. Так вот, и вылечил только тех людей, которые реагировали на это. Ну, и говорил, что если вы будете продолжать жить так, как жили, и опять начнете уходить с этой дороги, болезнь к вам вернутся, может, даже хуже будет. Потому что теперь вы не защищены незнанием. Вы знаете, что такое грех, что при этом происходит. Если вы будете продолжать грешить в этом же ключе, статья к вам будет, будет сознательное преступление. Вы знаете немножко юриспруденцию. И вернемся все-таки сюда, где я по почкам вам рассказывал. Значит, вот этот человек пришел ко мне, достаточно смешной случай был. Он говорит, у меня вот камни в почках, можете разбить? Говорят, что вы можете. Говорю, давайте попробуем. Ну, разбил я ему камень, все. Правда, не сразу, где-то раз, потом смотри, что-то подается плохо. Вы можете, говорю, погулять часа два, у меня сейчас еще два человека. Потом подойдете, еще раз попробую. На второй раз получилось. У меня оксалаты. Это труднодробимые камни, и мне пришлось повозиться. А почему не получают? Давайте мы сейчас не будем, потому что уже времени нет, объяснять. Я могу, я говорю, еще много часов рассказывать. Вот, как-нибудь приеду, еще раз могу вам рассказать. это надпочечники неправильно работают. Гипофиз не выдает химические команды правильные, и электрические команды передней доли неправильно выдает. Скажем так, это пушка, а это мишени называется. Мишени не получают гормона, либо не вовремя, либо недостаточная порция, либо не как бы и электрический сигнал слабый, и у человека начинаются застойные процессы. В конце концов, щитовидка не справляется с выбросом, или паращитовидные, с выбросом солей, нарушается водно-солевой баланс, и многое другое. Это все настолько взаимосвязано. Медицину я изучал, потому что у меня дочь-врач натащила мне литературу из медицинского института, я их быстренько, да-да-да. А когда ты очень хочешь, впитываешь, как губка. И глазные болезни, и нейрофизиология мозга, и это, и это, и это. Думаю, такая радость, я это все знаю. Теперь я не просто говорю, у вас там черненькое такое, я говорю, что формула крови у вас вот так и так, у вас сдвиг там вправо, у вас вот это, у вас закрыта угольная глоукома, давайте мы сейчас прочистим эти канальцы, у вас они как завосковались, там, начинаешь это делать, а у вас давление, торопишься раз давление у вас, да, вот она говорит, бун-бун-бун. Я говорю, вижу картинку, что вот там систолическое, диастолическое давление. Думаю, надо взять и, ну, давление, скажем, или сбросить, если это большое, либо увеличить, если это маленькое, в данном случае большое. Я начинаю эти стрелки давить волей, загнал их, человек чуть в обморок не падает, раз ее скрестно, чтобы не упало. И понимаю, что так быстро нельзя понижать давление, потому что это резкий перепад вызывает, может, обморок даже. Я говорю, какое у вас нормальное давление? Она говорит, 130, ну, на 90, это у меня примерно вот такое нормальное. Я говорю, это чуть-чуть повышенное, конечно, но если вы привыкли к нему, давайте поэтапно. Еще раз все получилось, все нормально. И она мне настолько поверила, глаза вот так смотрят. Или я могу еще вам нос дырками вверх повернуть, хотите? Он говорит, что, не надо этого делать? Я просто пошутил, ну, так, как, может, грубо. Она так испугалась, потому что доверие уже пошло. Я понимаю, что вот, во-первых, шутить так не надо, во-вторых, насколько человек открывается, целителю и все. Потому что одно дело лечить, а другое дело рассказать обо всем. Потому что вылечивать человека, может, тогда, когда он исправляется. Почему? Если человек продолжает грешить, он пачкает мир. И получается, зарядив его и дав ему здоровье физическое, он будет продолжать его с такой же интенсивностью пачкать, а может даже больше. И получается, я соучастник его преступлений. Вот и все. Мало того, я мешаю Господу. Потому что через болезни иногда человек приходит и говорит, я не хочу болеть. Я же тоже, когда сказал, не хочу болеть. И нашел путь. Видите, все в наших руках и все достаточно ясно и просто. Главное отвести человека от этих архаизмов, потому что все зомбирование, вот такие фразы, именно они должны быть такие, они малопонятны человеку, какой-то старославянский, какой-то библейский язык. И вот человек этим хорошо поставленным голосом, дьяконским, все это вам проповедь говорит. И человек говорит, это да, только так это бывает, только вот здесь истинно. И я говорю, а вы что-нибудь получили? Это было очень хорошо и приятно. И я говорю, да, как на концерте. Тоже послушал. Хорошего певца, хороший балет, в конце концов, шоу или фокусника, настроение справилось, потому что мы тоже отдыхать хотим. Но где же труд над собой? Кто вас зовет трудиться над собой? Можно наизусть Библию знать, наизусть это знать, но ни шага сделать в сторону света. Личный труд где? Надо научить человека, для этого надо обладать опытом, передача опыта. всегда была главной методикой в любом образовательном процессе. Если учитель говорит, знаете, вот тут x, y, если вот это сделать, вот так, знаете, получится вот это. А каким образом решить это уравнение? Не знаю. Ну, а что же тогда в школу пришел? Иди учись дальше. Последний вопрос задавайте. Юрий Николаевич, Вы рассказывали о матрице, которая, когда там человек куда-то обращается, когда эта матрица блокирует потом человеческий дух, и как от нее избавиться, если вот таковая имеется? Для того, чтобы разрушить эту матрицу, надо обладать волной более быстрой, чем эта форма, которая пришла из астрального мира. Смотрите, я уже рисовал это, вот человеческое тело способность мыслить и способность чувствовать. Это астрал. Там, правда, есть пару слоев. А дальше начинается чистый эфир, сущностное и духовное. Вот если целитель вышел за пределы вот этого грязного слоя, то есть он свой огород с грехами ликвидировал, следовательно, у него возникла заслуженная связь. И только этой более быстрой волной, я уже говорил, это С, а здесь там 400С, а здесь может быть миллион С, а здесь и так далее. Поэтому более быстрая волна, концентрация этой волны может эту матрицу, матрица вот из этой материи создана. Разрушить ее может только более сильная волна, более быстрая. Импульс этот, масса на скорость получается, масса на 400С, а скажем, разрушение идет, масса на миллион С. естественно, что этот импульс сильнее, чем тот, который сформировал матрицу. Получается, один экстрасенс не может разрушить второго это, и только существо, которое вышло из этих пределов, может это делать. А таких людей очень мало. А человек сам способен любить на матрицу? Ну, я не исключаю того, что искренняя вера, хождение в храм и по-настоящему просить у Бога в молитве, ну, нужно заслужить еще это право. Может быть, снять, может быть, священник быть очень чистый и такой близкий к норме. Я же не говорю, что они все одинаковые. Есть в любом, в любой конфессии есть очень достойные люди, в том числе которые несут нам Слово Божие. Ну, я и человек, их очень мало. А стражущих очень много. К вам можно попасть? Ну, я же этим сейчас не занимаюсь. А как, если человек... На это нет не время, а потом надо эту лицензию брать, это целая волокита. А зачем человеку лицензии, если он так нет? Ну, как? Все-таки мы живем пока в этом мире. А если человек не принадлежит к христианству? Есть много других религий, не конфессии, а религий, буддизм. Что им делать? Как что? Иисус сказал только через меня. Дело в том, что... Нет, не отрезаны. Еще раз говорю, главное, чтобы человек был достойный. Даже вот в этой книге говорит автор, если кто правильно понял Христа, я ему не нужен. Не может Бог говорить вам разные вещи. Только надо знать, что такое буддизм. Будда не был посланным пророком. Будда вышел через нирвану в состояние связи с духовным миром и принял духовное за божеское, за какого-то это Боги. И говорит, мы можем стать богами. И те, кто за ним пошли, вот эту неправду стали распространять. Будда не Бог и не посланный пророк. Это был очень сильный человек, который добился самостоятельно выхода на связь с Духом за много лет. Ушел из богатой семьи и добился этого. Я когда был в Индии, я беседовал с ними, и они говорят, это вас в России наши проходимцы индийские делают деньги на вас. А на самом деле они тоже говорят, Будда не был пророк, он нам показал образ жизни, который нам очень нравится. Там к этому относятся трезво. Это сами индусы. Это те, которые грамотно понимают суть этого буддизма. Еще раз говорю, что Иисус сказал в одной фразе «Я пришел не нарушить законы и пророков, а исполнить их». И меня спрашивают «А почему тогда он так исключительно говорит о себе?» Я говорю «Потому что сила воли Божьей Иисус сильнее пророков». Поэтому он сказал «Никто». Во времена прихода пророков один шел пророк, второй, третий, четвертый, пятый, в конце концов Иисус пришел. А туча была вот такая, потом стала вот такая, потом вот такая, вот такая. И когда она стала уже вот такая, непроходимая для этих существ, тогда пришла воля Божия. И она может отстоять и защитить человека только воля Божия, но никакая непророческая качество или сила, или сила у них намного меньше. И только вот это существо способно устоять перед той тьмой, которая сейчас на земле. Только сам Бог приходит нам на помощь. Иначе Бога можно обвинить не на нерациональной растрате сил, а Бог совершенства. И Он ничего не делает, ничего лишнего. Это только крайне необходимо и то, что нужно человеку, но зато в полной мере дает все возможности, чтобы мы восстали, поднялись с колен и пошли к Нему. В этом и есть любовь Его к нам. И любовь, Господь, отличается от наших вариантов любви. Это строгость и справедливость законов. Потому что, когда Вы хотите воспитать ребенка правильно, Вы к нему будете не только ласковые слова говорить, но Вы будете строги и справедливы, чтобы он не стал мучителем соседей и так далее, и так далее, чтобы люди от него не плакали. А значит, надо укращать его некие порывы, вводить его силы и все эти выборки в правильное русло. Для этого нужна и мудрость родителя, его терпение, и воля, а в конечном итоге только любовь к ребенку прощает ему и без раздражения, и без крика на него, можно постепенно-постепенно его, скажем, привести к норме. Это наша задача родительская. И устоять, еще раз говорю, мы можем только, если мы идем по Христу. Если люди, которые другие конфессии, они в этом сомневаются, у них есть полная свобода выбора ходить туда, куда они хотят. И нормальный человек никогда не будет их заставлять идите только за мной, только я вам покажу. Это, как правило, тщеславие и неуважение к закону выбора. Мы все хозяева своей судьбы и отвечать будем за каждый элемент своего поведения. И за свои мысли, и за чувства, и за выбор. Ответим за это, потому что свобода выбора нам дана, соответственно, и ответственность. Если у нас не было выбора, а за что отвечать? Если мы можем идти только вот так, то все и дело, что выбор это великое доверие к нам Творца. аж как мы воспользовались, мы видим воочию по ситуациям на Земле. Все. Спасибо. 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 Спасибо.